Сейчас, наверное, да. Как интересно, вода на фоне. Так, все, мы запустились. Добрый день, всех приветствую на нашем трехдневном марафоне онлайн-семинара Межотраслевого центра трансфера технологий университета Иннополис. Я руководитель центра Марина Абдрахманова. Сейчас запустим демонстрацию. Университет Иннополис в 2021 году выиграл грант на создание и развитие Межотраслевого центра трансфера технологий. И поэтому мы запустили серию этих семинаров. И первый день мы хотим осветить тему инновационной деятельности технологии, как выбрать перспективное направление разработок. Завтра у нас будет семинар «Модель компетентализации результатов институальной деятельности». Мы подробно расскажем о том, как защитить свои разработки, относящиеся к IT-технологиям и образовательным продуктам. И в третий день поговорим непосредственно о продвижении продукции на рынок. Пару слов я хочу сказать об университете Иннополис. Мы занимаемся цифровой трансформацией приоритетных отраслей. Когда мы говорим об этом, мы имеем в виду, что мы занимаемся сквозными направлениями цифровой экономики и внедряем их в приоритетные отрасли, такие как транспорт, энергетика, здравоохранение, строительство и другие отрасли. Сам Междуотраслевой центр трансфера технологий направлен на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. И мы формируем продуктовый подход к созданию наших решений. Здесь представлены наши основные направления. Это робототехника, геоинформационная система, искусственный интеллект, блокчейн, разработки информационной безопасности, нефтегазовые технологии. Когда мы говорим о своем опыте в трансфере технологий, в реализации проектов, мы основываемся на том большом богатом опыте, который сложился у нас с момента создания университета. С 2014 по 2021 год мы реализовали 315 проектов. Это и грантовые, и коммерческие заказы. Текущий портфель проектов насчитывает 75 различных видов иниокр, и грантов. 2021 год для нас стал знаковым, как с точки зрения коммерциализации. Мы выиграли этот грант на создание и развитие центра. Также в 2021 году мы выиграли масштабный проект на исследовательский центр в области искусственного интеллекта. В рамках работы нашей сети, центра трансфера технологий, мы планируем создать бюджетно-раслевую сетевую организационную структуру по трансферу технологий. Цель наша будет помогать вузам в коммерциализации своих результатов, помогать научно-исследовательским организациям в создании эффективного инструмента для коммерциализации своих решений, начиная от постановки инновационной деятельности, заканчивая внедрением продукции на рынке и получением коммерческого эффекта от их внедрения. И первым спикером сегодня в рамках нашего семинара планируется Игорь Всеволодович Рождественский, представитель Национальной ассоциации трансфера технологий, который расскажет нам, каким образом создавать инновационную деятельность на предприятии, каким образом выстраивать правильные процессы инновационные в организации. Игорь, прошу вам слово. — Коллеги, здравствуйте. Марина, можете дать мне права демонстраторам? — Прошу. — Благодарю вас. Сейчас я... ...экран... ...видно презентацию? — Коллеги, меня видно, слышно? — Да-да, видно. Все хорошо. — Очень хорошо. Ну что, начинаем. Значит, коллеги, я, поскольку у вас провожу два занятия, сегодняшнее занятие, потом я еще выступлю через день, я решил их разделить немножечко по принципу «зачем и как». Тут есть парочка, несколько картинок, с которыми мне хотелось начать. Первая картинка — это вопрос «зачем?» важнее вопроса «как?». Почему? Потому что если непонятно, зачем мы что-то делаем, то не очень важно, как мы это делаем. Поэтому процессы вторичные. Сегодня мы будем говорить, собственно, о духе процесса коммерциализации технологий, процесса развития инноваций в ВУЗе. А на следующий вебинар, он уже будет более широким, он посвящен будет вопросу, как должны быть устроены процессы, чтобы обеспечить вот то целеполагание, о котором мы сегодня поговорим. Второй очень важный момент. У меня есть финский партнер, который всегда говорит, цепочку легче тянуть, чем толкать. Это важная вещь. Выстроить правильно процессы можно, если вы их тянете за правильное звено. То есть если есть разговор о том, что мы выстраиваем процесс инновационной деятельности, то инновационная деятельность должен быть совершенно конкретный потребитель. И об этом потребителе мы тоже сегодня поговорим. Поговорим, чего этому потребителю нужно, чего он хочет. И этот потребитель, очевидно, в большой мере этой индустрии. И, наконец, третья вещь, которая касается взаимодействия сущностных вещей и юридических. Нужно понимать, что права и возможности – это разные вещи. И иметь право на какую-то разработку и иметь возможность эту разработку воплотить – это действительно разные вещи. Вот об этом мы сегодня поговорим тоже. Первая часть семинара. Мы сегодня разговариваем вот на эти темы. Как выглядит процесс коммерциализации инноваций в целом. Мы говорим о том, что инновации – это все-таки активы, а не технологии. Кто участвует в процессе, какова мотивация этих участников. И после этого мы поговорим о том, как индустрия, вообще говоря, относится к инновациям, как они ей нужны и как она ими пользуется. И как подстраивать процесс с самого начала, с самого выбора тематики прикладных исследований. Презентация у нас будет одна на оба вебинара, то есть там, где мы сегодня закончим, на какой-то логической ноте, там, соответственно, мы в следующий раз и начнем. Итак, процесс коммерциализации инноваций и инноваций как активы. Процесс нужно нарисовать очень просто. Вот есть некое сырье этого процесса. Это люди разработки идеи и компетенции. Первая важная вещь, которую здесь очень нужно понимать, в том числе и тем, кто занимается правами на интеллектуальную собственность, на результаты интеллектуальной деятельности, что на ранней стадии разработка неотчуждаема от ее создателя, от изобретателя. Когда я говорю о ранней стадии, я уже немножко касаюсь того, о чем будет говорить Алексей Филимонов сегодня, об уровне готовности технологии, но главный капитал на ранних стадиях находится в голове у человека. Поэтому прежде всего сырьем для этого процесса являются люди, а у них есть уже разработки, некие идеи и некие компетенции. Теперь дальше. Если мы говорим о процессе коммерциализации, то итогом его являются сделки. Есть масса других процессов с другими целями, например, повышение научно-технического уровня индустрии Российской Федерации, например, рост рейтинга университета Иннополис и так далее и тому подобное. Но если мы говорим о процессе коммерциализации, то он измеряется фактически в зрелом своем состоянии числом сделок и объемом сделок по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в том или ином формате. Что такое сделка? Сделка – это на самом деле обмен денег на отчуждаемые активы, которые создаются в процессе проекта. Именно поэтому, когда мы говорим об инновациях, мы говорим не о технологиях, а об активах, которые создаются на основе этих технологий. Что такое активы? Тут слева есть некоторое количество определений. Это некая ценность, которая может быть оценена в деньгах. Материальный актив – то, что можно потрогать, мебель, оборудование, здания, сооружения и так далее. Это то, что относится к экономике зданий. Но есть и нематериальные активы, которые часто относятся к экономике знаний. Это интеллектуальная собственность, это знания сами по себе, иногда сообщества пользователей, если речь идет об интернет-проектах. Нематериальные активы, с ними гораздо сложнее понимать. Помимо тех активов, которые поднимать легко, например, деньги на счетах. Нематериальные активы очень часто кажутся эфемерными. И кажется, что нельзя сравнить, например, с одной стороны здания, а с другой стороны какие-то права на интеллектуальную собственность или программное обеспечение. Посмотрите, современный мир в этом смысле высказался совершенно однозначно. Есть такие две компании. Одну из них вы прекрасно знаете, она называется «Газпром». Это могучая и сильная компания. Другая компания «Тенсент» – это самая крупная в мире, на самом деле, интернет-компания, которая находится в Китае. Они начали с разработки мессенджера «Вичат». Теперь это уже и платежная система, и собственная киностудия, и собственная мессенджерная, очень много-много разных вещей. Так вот, говоря о… Давайте сравним капитализацию этих двух компаний. Если мы посчитаем капитализацию по совокупной стоимости активов этих компаний, то есть берем у нас «Газпром» на балансе здания, заводы, трубопроводы, все-все-все. И с другой стороны возьмем все активы, которые принадлежат «Тенсент». Это, в общем, дата-центры, это программное обеспечение, несравнимо больше будет размером «Газпром». Но, если мы посчитаем по рыночной стоимости капитализации, она считается по-другому. Для компаний, которые торгуются на бирже публично, это произведение акции, стоимости одной акции, текущей, на все акции, которые были выпущены, на количество акций, которые были выпущены. Но окажется, что «Тенсент» за 20 лет своего существования приобрело рыночную капитализацию в 8,5 примерно «Газпромов». И в старой экономике мы бы сказали, ну что это за активы, это какая-то ерунда, там циферки, биты и байты. В новой экономике эти активы начинают играть основополагающее значение. И история с коммерциализацией инноваций имеет к этому непосредственное отношение, потому что таким же как бы эфемерным нематериальным активом относятся и права, в том числе и права на результаты институтальной деятельности. Но здесь все не так просто. Дело в том, что принято считать, что патент является активом. Но это не совсем так. Дело в том, что если взять определение по международному стандарту финансовой отчетности, активом называется ресурс, который контролируется организацией на моменте прошлых событий, и от которого с высокой вероятностью ожидается получение организации экономических выгод в будущем. Давайте сопоставим здесь сущности. Если мы говорим об активе, который строится на основе результатов интеллектуальной деятельности. Собственно, сам результат интеллектуальной деятельности – это разработка, это методика, это что-то еще. И плюс люди, которые могут его реализовать, могут им пользоваться – это и есть ресурс. С помощью него можно что-то делать. Дальше. Контролируя организации права. То есть этот ресурс должен быть как-то защищен в простейшем варианте запатентованных. Но этого тоже недостаточно. Нужно, чтобы была описана бизнес-модель коммерциализации этого ресурса и оценены возможные доходы от его коммерциализации в рамках выбранной бизнес-модели. Бухгалтеры могут не возразить, сказать, ну что там, господи, ну просто взяли, оценили, ну сколько там этот патент стоит, да? Поставили на баланс по какой-то цене. А потом начинается ерунда. А почему это вы поставили его? Почему вы продаете его за 100 тысяч долларов, если у вас цена поставлена, балансовая стоимость – миллион долларов? Ах, вы столько затратили на его создание. Но это неверная оценка, потому что, ну представьте себе, я нанимаю две бригады плотников, которые строят мне дом. Одна из них – хорошая квалифицированная бригада, которая много домов таких построила, они построили быстро, израсходовали мало материала. Другая бригада, менее квалифицированная, она построила, израсходовала больше материала и строила дольше. В этой логике получается, что второй дом должен быть дороже первого, а это неправильно. И научно-исследовательская деятельность, она, к сожалению, скорее как вторая бригада, потому что мы, когда работаем с вами, делаем неокр, мы находимся в области неизведанного. И мы, естественно, действуем часто, совершаем ошибки, и большая часть наших трудов, включая расходы, просто тратится в туне. Вопрос – разумно ли перекладывать это и включать это в цену того актива, который приобретает наш покупатель. И вот смотрите теперь еще одна очень простая метафора для того, чтобы понять, почему патент сам по себе, просто как документ, он может активом не являться. Вот представим себе вот такую извилистую дорожку, это некий производственный процесс. Мы что-то изобрели такое, что мы сделали такое, позволило срезать целую большую петлю на этом процессе. Что такое патент? А патент – это шлагбаум, который мы ставим поперек вот этого участочка, где мы научились срезать. И, собственно, собираем деньги за открытие вот этого самого шлагбаума, то есть путем выдачи лицензии на право пользования этой дорожкой, право пользования этой технологией. А вот если мы такой же совершенно патент поставим в лесу, не на дорожке, где все ездят, то никто… он будет выглядеть точно так же. Его даже на баланс могут поставить по той же самой цене, но он не будет представлять себе актив, потому что заработать денег на нем будет нельзя. Вот пример, если, скажем, вы делаете… Если вы защищаете свое изобретение только в Российской Федерации, например, изобретение в вашей изобласти фарм, в России это 2% мирового рынка фарма приблизительно, 2-3%. Это значит, что вы фактически 97% рынка отдали другим. Потому что если вы защитились только в России, для всех остальных то, что вы сделали – это открытая информация. Она защищает ваши права только на территории Российской Федерации. Без вашего разрешения здесь нельзя будет такое производить или такое продавать. Но весь остальной рынок – вы его отдали. И это как раз и есть та ситуация патента в лесу. Более того, патент, сделанный с целью отчетности, это актив с отрицательной стоимостью. Потому что, сделав один неправильный патент, вы не можете уже его сделать правильно, если пропустили определенные сроки подачи на международные приоритеты и, соответственно, страновое патентование. И вам придется придумать что-то новое. То есть вы уже открыли всем, что вы сделали, и дальше вам придется тратить дополнительные ресурсы для того, чтобы это все, чтобы хотя бы что-то защитить. И это очень сложная дорожка. Я разговаривал недавно с менеджером инвестиционного фонда биотехнологического. Он говорит, что проблема с биотехпроектами, например, в России, состоит в том, что они с самого начала, с точки зрения интеллектуальной собственности, запороты. И они не являются инвестиционно пригодными. Потому что ключевые активы – это то знание, которое было наработано или легло в основу проекта, оно просто никак не защищено или защищено невероятно криво. Процесс, о котором я говорю, также важно понимать, что он развивается во времени. А IT-проекты реализуются, это проходит все стадии до сделок, до рынка, до каких-то там финансовых уже результатов достаточно быстро. 3-4 года там бывают какие-то зависшие проекты, но в целом за 3-4 года с проектом все ясно. Он либо умер, либо, соответственно, он коммерциализовался. Если вы работаете с железом, там сроки реальные 5-7-9 лет. Потому что вам под каждое изменение приходится менять оборудование, часто что-то закупать, ждать, пока оно придет, ждать, пока оно установится и так далее. В медицине, особенно в фарме, из-за того, что львиную долю времени занимают вот эти все сертификационные процедуры, проверки, клинические испытания, time to market, время выхода на рынок фармацевтических и фармакологических препаратов – 15 лет. Вот с вакцинами они совершили какую-то невероятную, конечно, вещь, но просто потому, что всем было очень нужно. Вообще так нужно ждать 15 лет. Теперь смотрите, жизнь человеческая одна везде, одна и та же. И там, допустим, если брать творческий период времени, когда люди работают творчески, ну там 45 лет, допустим, самый расцвет, можно сделать 15 IT-проектов, либо 3 медицинских. И это же имеет отношение очень сильно к тому, к всевозможной отчетности по инфраструктурным проектам. Если вы работаете в… Если вам нужно показывать какие-то результаты буквально на следующий день после того, как вам дали средства, а это, к сожалению, частая история с государственным финансированием проектов Российской Федерации, соответственно, ваша дорога, естественно, заниматься быстрыми победами – это IT-проект. Еще одна есть неприятность, которая существует в инновационной деятельности. Вернее, как? Она, конечно, с одной стороны неприятна, с другой стороны, это тоже серьезный источник инноваций. Она стоит в том, что никакого процесса вот такого упорядоченного, по-настоящему, почти никогда не бывает. Очень часто это некое зигзагообразное броуновское движение между стадиями. Я что-то придумал, потом стал пытаться патентовать, выяснилось, что все запатентовано, и мне некуда с этим идти. Я возвращаюсь, начинаю переделывать свою концепцию, переделывать идею, захожу, патентуються нормально, на сделку не выйти. Почему? Потому что, например, экономика не сходится, и клиент говорит, что ему это не нужно. Я должен вернуться назад, что-то переделать и так далее. То есть изменение, постоянное изменение планов, планов реализации дорожных карт, это абсолютно нормальная история. Более того, если я вижу научно-технический проект, прикладной, который идет в внедрение, и который точно идет по плану, у меня всегда возникает подозрение, что что-то там не так, что там есть какое-то жульничество, что на самом деле ребята давно все сделали, а, соответственно, просто сейчас нам демонстрируют определенные достижения, вскрывая их по мере продвижения. Вот. Вторая проблема здесь состоит в том, что вот на этих изломах очень много отваливается проектов. Наверняка тем, кто слушал какие-то курсы по инновационной деятельности, говорили, что вот, значит, соответственно, один из десяти проектов выстреливает, коллеги, все гораздо хуже. Если посмотреть статистику выживания проектов при переходе от раунда финансирования к другому раунду, то выяснится, что вероятность получения пассивного финансирования в среднем по мере, это один проект из двух сот. А дальше от пассивного раунда к раунду А, от раунда А к раунду Б и так далее, потери составляют 50, 60, 80, 90%. Если мы все это перемножим, мы увидим, что реальные проекты, которые инновационные бизнесы, которые растут от идеи до какого-то серьезного успеха, это несколько суток долей процентов. Ну и в общем, эта мировая статистика подтверждается. Дело в том, что вот есть такой выход из проекта, который называется IPO. Это когда компания дорастает до такого состояния, что она может выйти на биржу и уже становится не частной компанией, а компанией публичной. Вот до IPO доживают 6 из 1 миллиона стартапов. Это очень мало. И по статистике американской мы видим, сколько мы видим громких историй успехов с какими-то серьезными научными прорывами. Ну, десяток, два, три. Количество стартапов, которые возникают в Соединенных Штатах в год, исчисляется сотнями тысяч. То есть, опять-таки, вот это долевое соотношение тоже правило. Это нужно принять как необходимую совершенно часть деятельности. И нужно четко понимать, что, конечно, мы должны проводить тщательную экспертизу и постараться увеличивать эти вероятности. Но все равно нам не удастся избежать ситуации, при которых стартапы, проекты, которые профинансированы должным образом, проваливаются. И это связано не с тем, что кто-то халтурит или кто-то неправильно что-то делает, или у экспертов недостаточно компетенции. Это связано с невероятно большой и быстрой динамикой технологического рынка, когда одни технологии все быстрее и быстрее сменяют другие, и кто не успел, тот при прекрасных технологиях он не попадает никуда. Сценарий коммерциализации – это очень простая вещь, как мы, собственно говоря, можем коммерциализовать нашу разработку. Продаем кому мы это? В индустрию, на открытый рынок, инвесторам. Самый простой для понимания и самый сложный для реализации сценарий – это продуктовый сценарий. Продажа продуктов и услуг. Почему? Потому что, например, даже в таком случае, как программное обеспечение, для того, чтобы заниматься продажами, мало создать продукт. Необходимо съесть дистрибуции, необходимо обслуживание, четырехчасовая линия поддержки и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, когда вы ввязываетесь в продажи, вы ведь отвечаете за то, что вы продали, от момента, когда вы продали, до момента, когда этот продукт устарел или каким-то иным способом самортизировался. В университетах работают, как правило, очень неглупые люди. И эти люди полагают, что если они освоили, например, квантовую механику или язык питон, то они с той же легкостью освоят и создание завода, строительство завода и все остальное. Это не так. Единицы ученых сочетают в себе умения ученого, разработчика и талант бизнесмена. Одним из таких людей был покойный Святослав Федоров, который, по руководству которого не только была разработана вот эта вот тема лазерной микрохирургии глаза, но и который развернул целую огромную систему коммерческих клиник, включая одну из клиник, которая была установлена на самолете. Более простым с этой точки зрения, с организационной точки зрения процессом является лицензирование технологии, когда вы, ну, представьте себе, вы изобрели чайник, да, вы можете этот чайник пойти продавать. Это первый сценарий. Второй сценарий, вы можете пойти к Филлипсу и сказать, смотри, Филлипс, я изобрел чайник. Вот, ты умеешь продавать чайники. У тебя есть дистрибьюторская сеть, у тебя есть склады, у тебя есть вся логистика, у тебя есть производители. Давай ты купишь у меня лицензию на производство именно вот такого вида чайника, и с каждой продажи ты мне будешь выдавать определенную сумму денег. А еще ты мне дашь сначала договор, в рамках которого я приду к тебе на производство и внедрю производство этого самого чайника у тебя. Это сценарий лицензирования технологии с параллельным, естественно, контрактным неокром для того, чтобы внедрить. Лицензирование технологии передает право, а сопутствующий неокр или консалтс не передает возможность это сделать. Вот в чем разница ключевая. Итак, третий сценарий. Предположим, мы не можем особо защитить разработку и предположим, нам почему-то сценарий лицензирования неудобен. Тогда вступает в действие наш обычный хоздоговор, контрактный неокр. И тогда мы приходим к Филиппсу с тем же чайником и говорим, смотри, какой я чайник сделал. Если ты мне денег заплатишь за неокр, я смогу тебе разработать мультиварку, кофеварку и так далее. Есть еще отдельный сценарий четвертый. Это когда в дело вмешивается инвестор. И в связи с этим есть еще один важный момент, который часто понимается абсолютно неверно. В мировой практике стартап это не бизнес. Он вообще не бизнес. Стартап это юридическая оболочка для исследовательского проекта. Есть даже такая мантра. Стартапы тратят деньги для того, чтобы построить капитализацию, то есть активы, а бизнес использует капитализацию, использует активы для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот стартап, допустим, я строю гостиницу, и я не зарабатываю, а когда я становлюсь бизнесом, я начинаю эту гостиницу, номера в этой гостинице сдавать и зарабатывать на этом день. И вот в связи с этим есть некоторое часто непонимание того, какова роль у университетского стартапа. Для того, что прежде всего, прежде всего, стартап нужен тогда, когда мы привлекаем инвесторов. Все остальное до этого, пока нам не понадобились сторонние инвесторские деньги, все остальное до этого момента мы совершенно спокойно можем делать вне каких-то юридических форм. Наукой занимаемся, занимаемся, там, так сказать, статьи пишем, пишем. То есть, у нас все вот это, все это есть. Но как только нам, у нас возникает инвестор, инвестор приходит и говорит, окей, ребята, как вы собираетесь коммерциализовать эту технологию? Так, так и так. Хорошо. Я могу вам дать 100 тысяч долларов в обмен на что? Но здесь возникает странная коллизия. Вы же не можете ему отдать полпроцента университета Иннополис. Это просто не может произойти, потому что это работает не так. Вам нужно что-то в обмен на инвестиции этому инвестору отдать. И тогда вы создаете вот эту юридическую форму, она называется стартап, и туда кладете активы. Вот у нас есть права на использование оборудования, вот у нас есть права такие-то, вот у нас есть здесь такие-то лицензии, патенты и так далее и тому подобное. И вот долю от этого вот уже кошелечка вы можете отдать инвестору. При этом университет может входить в долю этого кошелечка тоже, а может не входить. Причем, обращая ваше внимание, забегая вперед, хотел бы сказать следующее. Очень часто доля университета в проекте делает проект неинвестопригодным. По очень простой причине. Потому что если вы имеете дело с университетом, вы чаще всего имеете дело с организацией контролируемой государством. Любой договор между, например, участниками, между соучредителями, ну, как любой договор, он работает так же, как замок. Замок в своей жизни работает один раз, тогда, когда его пытаются сломать. В остальное время он как бы не нужен. Вот здесь та же самая история. Вот эти инвестиционные договоры все, они начинают играть ключевую роль тогда, когда возникает спор и стороны идут в суд. Понятно, что если с одной стороны у вас есть некий частный инвестор со своими деньгами, пусть даже уважаемый человек, а с другой стороны государство в лице университета, контролируемое им так или иначе, то, к сожалению, вероятность того, что этот человек выиграет процесс, достаточно невелика, хотя, к счастью, бывают и другие процессы. Поэтому я абсолютно не являюсь сторонником того, чтобы университет входил в виде доли в эти самые проекты. Есть масса других возможностей компенсировать университету затраты на создание какой-то разработки, даже с некоторой прибыли, а не только вхождение в долю. Более того, с точки зрения университета, как бы вхождение в долю тоже сопряжено с массой возможных проблем, потому что это, когда входишь в компанию, кажется, что ты стал совладельцем следующего гугла, а на самом деле большинство этих стартапов прогорает, у них проблемы с налоговой, у них проблемы с взятыми кредитами, с чем-то еще, и университет как совладелец по неволе должен в этом всем участвовать, поэтому лучше стараться решать эти вопросы по-другому. Сценарий коммерциализации должен быть выбран до начала коммерциализации, причем, смотрите, примерно процесс выглядит так, внизу у нас тут процесс, люди, идеи, активы, сделки, а вот здесь что происходит, мы взяли, не укроприлили, сущность разработки, я потом покажу эту схему еще немножко в другом виде, мы сразу определяемся с тем, как мы хотим коммерциализоваться, и главное, кто покупатель, казалось бы, рано, мы еще ничего не сделали, вы знаете, вот Алексей Филимонов будет рассказывать вам об уровне готовности технологии, и меня поразило, что в рекомендации от американского Министерства обороны, Департамента Дефенса, по расчету уровней готовности технологий, привлечения клиента и начало его работы с проектом, то есть, того, кто купит, потом клиент, имеется в виду индустриальные партнеры, начинается с очень низких уровней технологической готовности, 2-3, а их всего 9, первый самый низкий, дальше 2-3, почему? Потому что на самом деле главным бенефициаром, это надо обязательно понимать, главным бенефициаром вашей технологии будет являться ваш промышленный партнер. И чем раньше он примет участие в формировании и исполнении технического задания на то, что вы делаете, тем лучше. После того, как мы выбрали сценарий, мы защищаем дикторную собственность, начинаем создавать активы, и после этого мы идем либо по пути продуктового сценария, вот наверху здесь находится, либо мы идем путем НИОКРа, либо мы идем лицензировать интеллектуальную плотность, простите, интеллектуальную собственность, и при этом у нас как бы двустволка, потому что наряду с передачей прав вы должны обязательно помочь внедрить то, что вы разработали вашему индустриальному партнеру. За исключением сделок с интеллектуальной собственности, когда вы продаете свои права на свою разработку патентному троллю, который не собирается ничего внедрять, а он собирается использовать свои возникающие при этом у него права, чтобы отсудить у кого-то за нарушение как бы этих прав какие-то деньги. И в итоге это все конвертируется в ловичку. Это легко, конечно, нарисовать, но это достаточно непросто реализовать. Сегодня мы будем говорить об этом. Давайте сейчас подведем черту. Первое, процесс развивается, коммерциализация ключевой актив это люди. Второе, патент сам по себе активом не является, несмотря на то, что он признаки актива имеет, потому что важно понимать, какие выгоды от него могут быть получены. Третья история, процесс нелинейный и очень часто приходится возвращаться на предыдущей стадии и что-то переделывать. Четвертое, в процессе коммерциализации имеется три основных сценария. Это продуктовый, производим продукты лицензионные, производим и продаем лицензии на интеллектуальную собственность или контрактный неокр, это наш старый добрый хоздоговор. Отдельно существуют инвестиционные сделки, которые потом могут привести к развитию по одному из первых трех сценариев. И стартап, как юридическое лицо, должно возникнуть именно, возникает прежде всего для того, чтобы привлечь инвестора. Или, конечно, если мы, например, сделали какой-то продукт и начали его продавать, впоследствии это инструмент для транзакции. Да, ну и, конечно, чем раньше вы определитесь со сценарием, чем раньше вы найдете партнера, тем лучше. Сложностью здесь является то, что для разных сценариев вот эти активы, ключевые активы, они могут быть разными. Ну, приведу пример. Если мы идем в производство по первому сценарию, ключевыми активами для нас что является? Прототип производства или доступ к аутсорсинговому производству, инженерной документации, чертежи. Интеллектуальная собственность имеет значение, но если вы уверены, и как сейчас большинство людей понимают, что монопольное положение на рынке сохранять можно очень недолго, и вообще это очень сложно. Самое главное для вас, чтобы никто вам не перекрыл кислород, никто, пользуясь своими патентами и своими правами, не запретил вам делать то, что вы делаете. Это называется по-английски freedom to operate. То есть защита интеллектуальной собственности должна обязательно в этой ситуации быть проведена в объеме, гарантирующем freedom to operate, гарантирующим свободу деятельности. А вот если вы идете по сценарию 2, лицензирование технологий, у вас помимо прототипа или опытного образца должен быть очень хорошо проработанный зонтик защищенной интеллектуальной собственности, понимание уровня готовности технологии и так далее. Кстати, если вы идете продуктовым сценарием, то у вас готовность должна быть высокая, а если лицензирование технологий, у вас готовность может быть низкой, потому что вы в этом сценарии вообще не касаетесь вопросов того, как будет делаться производство. Это не ваш вопрос, это вопрос того, кто приобретет эту технологию, а потом, естественно, купит у вас дополнительные услуги по помощи внедрения. А если у вас контрактный неокр, здесь тоже, в общем-то, даже иногда интеллектуальная собственность не нужна, но нужна право, нужна история предыдущих работ, права на использование оборудования программного обеспечения, причем, да, и компетенции команды, подчеркиваю, команды, а не организации. Компетенции принадлежат тоже коллективам, а не организациям. Это легко доказать. Если мы возьмем кого-нибудь уважаемого профессора, например, и связанную с ним научную тему, которая развивается в университете, и заменим на другого профессора, например, если он уйдет на пенсию, то чаще всего тематика исследования, она изменится. И очень забавляет, тогда, знаете, в тендерной документации написано, организация должна доказать свои компетенции по теме данного конкурса, предъявив такие-то договоры. Я скажу, ну, слушайте, я возьму завтра, куплю Эрнста Янг, если я очень сильно разбогатею, а потом выгоню всех консультантов и заменю их на гастарбайтеров. У меня будет куча, история куча договоров, я ничего не смогу больше выполнить, потому что носят компетенции люди. И вот переходим к непосредственно очень важному моменту, участники процесса и их мотивации. Когда спрашивают, какая мотивация заниматься инновацией, ну, как какая, ну, денег заработать. Вот, оказывается, что у всех, у разных игроков это мотивация разная. А кто, какие у нас есть игроки, на которых есть государство. Государство, на самом деле, с помощью инновационной деятельности достигает определенные политические, экономические, социальные цели путем развития новой технологии бизнеса. То есть, государственная мотивация не денежная. Вообще, как говорила Маргарет Тэтчер, государства своих денег, как правило, нет. это в том или ином виде деньги налогоплательщика. Чего хочет бизнес? Бизнесу нужно обеспечивать конкурентное преимущество, снижать издержки, повышать выручку, находить новые направления развития. И при этом бизнесу совершенно не хочется часто заниматься разработкой с самого начала, а пола с самой ранней стадией. Потому что в ранней стадии большая часть разработок, они уходят в помойку. очень, так сказать, фильтрация на ранней стадии достаточно жесткая. Что хотят разработчики? А под разработчиками я здесь понимаю именно тех людей, которые занимаются разработкой вот этой самой технологии. Они хотят денег. А чего же хотят университеты? Вот тут интересный такой вопрос. Дело в том, что несколько лет назад ребята из российской венчурной компании проводили исследования, они ездили, путешествовали по разным университетам и спрашивали, интервьюировали ректоров и президентов мировых университетов. Зачем в их ВУЗе строится инновационная система, ожидая услышать ответ что-нибудь типа, ну как, ну это же хорошие деньги, это же дополнительный бюджет и так далее. Ответ был прямо противоположный. Денежная сторона вопроса нам неинтересна, потому что по сравнению с нашими другими бюджетами эти поступления они ничтожны. Кстати, пример университета Джона Гопкинса, это данные по-моему 16-го и 17-го года, полтора миллиарда долларов бюджетные исследования, 16 миллионов долларов в год это заработок от лицензионных платежей. 16 миллионов долларов это хорошие деньги, но если это не сравнивать с затратами полтора миллиарда в тысячу раз, то есть одна десятая процента от затрат на НИОКР вернулась в виде лицензионных платежей. Но эти руководства университета сказали, что нам очень важно, чтобы в университете была предпринимательская среда, потому что если наша профессура будет коммерциализовывать свои разработки на стороне, они будут мигрировать из университета, и мы потеряем сильных, активных людей, которые в свою очередь привлекают сильных, активных и качественных студентов. То есть для университета наиболее важным является вот эта качественная, динамичная научно-исследовательская, образовательная и инновационная среда. Хотя, конечно, вопрос при лечении дополнительного финансирования от государственного бизнеса тоже может иметь смысл. Разработчики, их интерес заработать. в Кембридже ребятам сказали, что кто является побуждающим фактором для профессора заняться инновациями. Соседний профессор из соседней лаборатории, который вдруг начал приезжать на работу на Porsche. Дальше в экосистеме есть поставщики самых разных сервисов. Если вы занялись разработкой, кто-то должен помочь вам юридически все оформить, кто-то, так сказать, разобраться с индивидуальной собственности. Технологи должны помочь спрототипировать. Технологические брокеры могут помочь найти индустриального партнера. Консультанты могут помочь выстроить отношения с командой и так далее. Эти люди, им интересно предоставлять услуги на каких-то понятных финансовых основах. Собственно говоря, это и есть их цель. Инвесторы. Инвесторам интересны проекты научно-технические проекты из ВУЗов. Почему? Потому что это потенциал быстрой капитализации. Ничто так не растет капитализации, как технология. Она может вырасти в десятки и сотни раз или потерять в десятки и сотни раз за день. В зависимости от того, что произошло, кто что еще открыл, или наоборот, какие возможности новые открыть. То есть у каждого свой здесь интерес. интерес. Поэтому, если вы умеете правильно балансировать вот эти все интересы, чтобы не было каких-то конфликтов интересов, тогда у вас возникает успешная инновационная система. Главными бенефициарами с точки зрения финансов, инновационной деятельности всегда будут бизнес и разработчики. Бизнес. Просто потому, что бизнес ввязывается в эту деятельность для того, чтобы заработать много денег, но он и тратит много денег, потому что для бизнеса ввязаться в какую-то инновацию, это значит очень часто потратить гораздо больше денег, чем, например, стоит лицензия на разработку. Потому что очень часто внедрение технологии требует не только платы консультантам для того, чтобы ее внедрять, но и значительные стоимости владения, например, обучения, изменение бизнес-процессов, изменение логистики, много чего может поменяться. Это все стоит денег. Я помню, знакомый мой профинансировал создание дробилки революционной некоторой, а потом только чтобы эту дробилку он дал. Давно это стоило миллион рублей. Вот. А потом, чтобы только испытать эту дробилку, им пришлось потратить еще 4 миллиона рублей, для того, чтобы построить к ней систему подачи и отбора уже раздробленного материала. Рынок индустрии. Значит, главным рынком инноваций все-таки является индустрия. Здесь возникает некий парадокс. С одной стороны, давайте посмотрим на такой типичный портрет инноватора, юноша или девушка молодая, смузи, поколение Z. А с другой стороны, нам говорят, что там большая часть индустрии сейчас работает в режиме открытых инноваций, и, соответственно, разработчики в основном привлекаются со стороны. Эти две картинки не бьются, потому что, с одной стороны, у нас такой промасленный индустриал с гаечным ключом, с другой стороны, значит, соответственно, такой очень IT-IT-IT-шник. Вот. Значит, то на самом деле оказывается, что стартаперами, основная масса стартаперов, работающих с индустрией, это люди, уже взрослые, 40-50 лет, из вузов, из индустрии, которые разобрались, как что-то работает, которые что-то новое раскопали. Они готовы выйти за рамки своих вот этих систем, потому что они понимают, что они могут сделать больше и быстрее, если они сделают, откроют собственный стартап, откроют какой-то собственный в этом смысле бизнес. Именно они составляют вот этот костяк, но они меньше всего видны, потому что вот эти мальчики и девочки, они появляются на экранах просто потому, что их проекты это общественные такие проекты на Фейсбуке, это, как говорил Дмитрий Степкин, бывший директор по НЕОКР, СИБУРа, это очередная социальная сеть для аквариумных рыбок с геолокацией. Вот, значит, поговорим об особенности индустриального рынка. И я начну с парадоксального вопроса, нужны ли индустрии инновации? Ну, очевидный ответ – да, но он неверен на самом деле, потому что индустрии инновации не нужны. Сейчас я покажу, почему. Во-первых, прекрасная одна из моих любимых цитат из Билла Гейтса «Автоматизация, примененная к эффективной деятельности, увеличивает ее эффективность». Автоматизацию можете, кстати, поставить цифровизацию сюда. Примененная к неэффективной деятельности, увеличивает ее неэффективность. То есть, если мы будем цифровизовать или автоматизировать что-то, что плохо работает, оно станет работать еще хуже. Это нужно понимать. Цифра не панацея от плохого управления. Цифра подчеркнет достоинство хорошего управления или недостатка плохого. Так вот, чего нужны индустрии. Технологии, как таковые, компаниям не нужны. Компаниям нужно снижение издержек или увеличение выручки. Иногда это можно достичь новыми технологиями, иногда нет. Вот очень хороший пример. Пример 10 лет назад питерская компания разработала шахтный радар. Вот есть шахта, внизу находится дробильная установка, очень дорогая. Мы засыпаем эту шахту руду, она проходит через дробилку, потом вывозится, отправляется на переработку. Очень важно измерять уровень засыпанной руды в эту шахту, потому что если ее пересыпать, и она как-то там станет клидом, то там дико дорогостоящая замена этой дробилки все это, просто в этой ситуации проще пробить другую шахту. Как это делать? Там пыльно, шумно ходит человек в респираторе с наушниками, с веревкой. И вот ребята разработали радар, почему не лазер, понятно, потому что пыльно, почему не звук, потому что шумно, радар. Обратите внимание, если вы приезжали на Ленинградский вокзал на Сапсане когда-нибудь, вы вот такой же радар, только лежащий горизонтально видите, это радар для парковки Сапсана, это их же производство. Так вот, собственно, радар достаточно точно мерит вот эту глубину, точнее, уровень в шахте, при этом он практически не зависит от пыли и шума, продали, охотно продали они эту конструкцию в Канаду, крупные горнодобывающие промышленности компании, и не продали такой же продукт, такой же по всему, близкое, по объему капитала, по деятельности, по продукции, по всему, не продали в аналогичную российскую компанию. Почему? Просто потому, что в Канаде этот дяденька с веревкой, он золотой, вообще в развитых странах верхняя строчка себестоимости, главный вклад в себестоимость, это стоимость наемного труда, это зарплата. Этот человек, у него ранняя пенсия, большой отпуск, вредные условия труда, короче, рабочий день, плюс там, если что-то, не дай бог, произойдет, у него большая медицинская страховка дорогая, но если что, профсоюз просто убьет эту компанию. У нас мигрант дешевый, не всегда легальный, не особо заботящийся о медицинской страховке. Все ясно, радар дешевле человека, покупаем радар, это Канада, радар дороже человека, покупаем человека, радар нам не нужен. индустрии нужны не инновации сами по себе, а их эффект. И мы опять говорим с вами о том, что это все-таки инновации, что инновации это проактивы, которые создаются, а не технологии. Последняя затравка на следующее наше занятие, которое я хочу сделать, как же думает индустрия и в каких горизонтах она смотрит на разработки. Есть очень хорошая книга Генри Чесбра, которая называется «Осмысливая корпоративный венчурный капитал». Он выделяет четыре направления инвестирования корпораций в зависимости от связи от целей стратегических либо финансовых и в зависимости от связи с текущей деятельностью сильной и слабой. Инвестиции роста или driving investment в его терминологии это усовершенствование, инвестирование в усовершенствование, направленное на текущий бизнес. Делаем то же самое, что сейчас, но больше, лучше сказать, за более короткое время или дешевле. Следующая цель это инвестиции и развитие. Это отход от текущей операционки, но при этом мы остаёмся в каких-то смежных областях. Это, ну, например, я могу продавать что-то ещё на том рынке, на котором я нахожусь, или, наоборот, я могу расшириться чуть-чуть на соседний какой-то рынок. Третье есть инвестиции в новые прорывные направления. Это исследование новых потенциальных направлений бизнеса, которые могут поменять всю компанию на горизонте, ну, допустим, 10 лет. Пассивные инвестиции мы здесь рассматривать не будем, это просто чисто финансовый инструмент. Есть у нас лишние денежки, ну, там банк вроде молотит, давайте его купим, пусть он приносит дополнительную прибыль. Вот эту картиночку я прошу всех запомнить, это очень важная картиночка, на следующем занятии мы начнём её немножко подробнее разбирать. А сегодня я закончу, если позволите, да. Единственное, что мы в этом нашем контексте не будем рассматривать пассивные инвестиции, будем рассматривать только инвестиции роста, инвестиции развития, инвестиции в новые технологии. Марина, надо заканчивать, да? Да, Игорь, спасибо большое за интересный доклад, у нас есть пару вопросов от слушателей. Значит, первый вопрос. Каким образом можно коммерциализировать нематериальные активы патента университета, то есть, другими словами, как найти покупателя на нематериальный актив из портфеля университета? Видимо, как у нас есть классическое понимание, что есть какой-то портфель, есть на балансе активы, и как выбрать то, что можно коммерциализировать? Значит, мы в своё время, я работал в большом университете, и мы провели следующую операцию. Значит, мы взяли 50 патентов, которые в тот момент находились на балансе университета, наняли две разные консалтинговые компании, одна из них была израильско-канадская, одна была финская, вот, и поставили им следующую задачу, сделать экспресс-оценку коммерческого потенциала этих патентов, расположить их в рейтинге по убыванию коммерческого потенциала, и по верхней десятке сделать какие-то, дать какие-то подробности. Вот, они сделали, ну, три патента из десяток у них совпали, это хорошо. Вот, но вообще нужно проводить прежде всего оценку коммерческого потенциала, потому что большая часть патентов, сделанных просто так никуда, они, к сожалению, оказываются неликвидными. то есть неважно по какой стоимости они стоят на балансе, их не продать, потому что они никому не нужны. Вот, значит, и обратное тоже верно, чтобы успешно торговать интеллектуальной собственностью, лицензиями, нужно ее создавать уже определенным способом, ее нужно создавать для того, чтобы продавать. Если вы просто что-то запатентовали, существует некая вероятность, что вам удастся это продать, но чаще всего, грубо говоря, вы запатентовали не то или не там, или не в той отрасли, где это действительно вас требует. Поэтому я рекомендую начать с того, чтобы провести экспресс-оценку коммерческого потенциала, сказать, ребята, вот это нам не нужно, это точно не поддерживаем, этим уже никто не занимается, это было интересно пять лет назад, но все развитие цивилизации пошло другим путем, поэтому это мы тоже не будем поддерживать. Вот с этим начинаем работать, давайте искать вот это в таких-то отраслях может быть интересно, наверное, это интересно Газпром нефти, потому что недавно Роснефть купила похожий патент. Вот такая вот логика, она как бы здесь такая, знаете, маркетинга вообще в инновациях технологических почти не существует, существуют такие, знаете, коллекции инсайдов в той или иной глубине. Да, спасибо, Игорь. Ну, продолжая вашу мысль, надо добавить, что любая защита результатов мультивальной деятельности это как бы кирпичик в этом процессе построения инновационной деятельности, и вот у меня, наверное, от себя такой вопрос, нужен ли научным и образовательным организациям такой документ, который формулирует стратегическое планирование инновационной деятельности, и вот на какой срок телесообразно такой локальный нормативный акт делать? Понимаю, в чем дело, нужно несколько документов. Нужен документ про зачем, и нужен документ про кат. Документ про зачем это стратегический документ, который говорит, который строит целеполагание, вообще зачем мы в это ввязываемся, какими свойствами должны быть, в каких направлениях мы работаем, как мы преимущественно коммерциализуем. И должен быть документ, который расписывает регламенты бизнес-процессы, чтобы и регламенты TPI бизнес-процессы, чтобы это все было понятно, как работать. Но еще раз, если вы ограничитесь только регламентом процессов, то работать не будет, потому что очень быстро вы забудете, зачем вы это делаете. Очень много, большинство, к сожалению, очень много видел офисов защиты интеллектуальной собственности и трансферной технологии. Многие из них можно было бы назвать офисы защиты интеллектуальной собственности от трансферной технологии. Потому что их задача печь патенты под отчетность по грантам, и тем самым они полностью закрывают с точки зрения коммерциализации те направления, которые они запатентовали. Потому что они сделали это максимально дешево, не там и не так. Да, согласна с вами, но слава богу, так и сфера интеллектуальной собственности в России развиваются и наши государства и грантодатели сначала бомбили нас какими-то KPI по количеству результатов интеллектуальной деятельности и все-таки сейчас мы приходим к тому, что самый важный показатель это как раз коммерциализация от результатов интеллектуальной деятельности. Конечно, конечно, но это тоже очень редкие вещи, действительно. Я вот мы все время думали над KPI как бы оценить KPI с точки зрения создания активов этих интеллектуальной собственности. И, наверное, нужны KPI какие-то не по количеству патентов, а может быть количество патентов с учетом их быстрой амортизации. Потому что если что-то не коммерциализовалось за 3-5 лет, ну, скорее всего это все. Я согласна. И вот еще один вопрос от наших слушателей. Какое ваше отношение к технологическим брокерам, в частности к программам, видимо, образовательным программам, где обучают этому, есть ли такие программы эффективные? И как вы считаете, этот специалист должен быть из отрасли, ну, видимо, той отрасли, куда он будет продвигать свои решения какие-то? Знаете, это вопрос. Ну, как я отношусь к технологическим брокерам, я к нему отношусь. Я являюсь технологическим брокером. Вот, значит, я считаю, что ключевая, да, брокер может выходить из отрасли, может выходить из университета. Есть же разные задачи, да, например, индустрия ставит задачу, собери нам решение под вот такую-то тему. Или университет ставит задачу, у нас есть вот такая тема, собери нам потенциальных клиентов под эту историю, да, в обе стороны брокер может работать, правда, в рамках одного контракта никогда нельзя работать одновременно в двух направлениях, потому что там очевидный конфликт интересов возникает. Вот, но брокер, вообще говоря, должен что-то понимать в технологиях, естественно, базовое научно-техническое образование очень желательно иметь, потому что иначе, ну, слишком долго въезжать в какие-то темы. Вот, но брокер прежде всего это коммуникатор, который умеет разговаривать на языке клиента и на языке разработчика. В чем разница? Мне нужен компьютер. Да, у нас есть прекрасный компьютер, у него 32 гигабайта памяти, у него жесткий диск такой, ребята, вы не поняли, мне не нужно 32 гигабайта памяти, мне нужен компьютер, на котором я смогу сделать рендеринг видео. То есть клиент говорит в целях проблем и ценностей, разработчик говорит в терминах функционалов, брокер – это переводчик с одного языка к другому. И вот это его ключевая функция. Переводчик, коммуникатор, он должен понемногу знать много чего, но главным образом он должен уметь быстро подключать профильных специалистов в случае возникновения необходимости. Это его ключевая функция. Понятно, спасибо, но все-таки как воспитать такого эффективного технологического брокера внутри университета, это в процессе практики, или все-таки можно стартануть и пойти на какие-то курсы и привлечь к себе в команду или обучить самим? Слушайте, курсы есть в самых разных университетах. Сейчас насколько я понимаю, наша ассоциация собирается эти курсы разворачивать. Но на самом деле там рассказывать это не о чем, вернее, не о чем, там много чего рассказывается, но ключевая вещь это натаскивание. То есть надо показывать, как это все работает, а вот здесь вот так, а вот здесь вот так. А как провести анализ, а как посмотреть, а вот эти авторы вот этой статьи вот в этом патенте, а следующий патент той же команды уже принадлежит к корпорации. Ага, значит, у них вот так. Значит, нужно идти вот к этим. То есть вот этот вот анализ, технологическая разведка, анализ, быстрый анализ данных и быстрое реагирование, это, наверное, ключевая функция брокера. Это только, но это можно научить. Я вот сейчас на самом деле очень много преподаю. Я начал просто преподавать кусочек про технологический скаутинг, часть брокерской работы. Вот. А студентам, я вам сказал, ребята, тот, кто будет успешен и кто будет хорошо сдавать, я вас буду привлекать к работе. Потому что не хватает. Понятно. Спасибо, Игорь, большое за содержательную лекцию. Следующий наш докладчик Алексей Владимирович Филимонов, исполнительный директор Национальной ассоциации трансферотехнологий. И мы здесь уже перейдем непосредственно к методике определения уровня готовности технологии. Один тоже из очень важных этапов коммерциализации университетских разработок и исследований. Прошу, Алексей, вам слово. Да, я подключаюсь. Секундочку. Так. Значит, я, с вашего позволения, сейчас тоже выведу на экран демонстрацию. Так. так, по идее, должно быть уже все хорошо. Я имею в виду все видно. Алексей, все видно? Ага, сейчас я вот так вот. Прошу прощения за небольшую техническую заминку. Значит, надеюсь, не только видно, но и хорошо слышно. Значит, сегодняшняя у меня тема методика оценки уровня технологий для научных организаций образовательных и высшего образования. основные цели и принципы оценки УГТ или уровня готовности технологий. Значит, на самом деле технологии – это не единственное, что нужно оценивать. То есть, нам на самом... Мы сегодня посмотрим гораздо шире на предмет, а именно на некую готовность технологического проекта, технологического продукта, не только как технологии или как продукта даже, а как некого рыночного, рыночного такого проекта, ориентированного на рынок. И потом уже тогда следующий докладчик после меня, он уже более подробно поговорит именно по УГТ и по методике, разработанной применительно как раз к университету Иннополис. Ну, в этом смысле мы составим такую тандем, да, широкого взгляда и более узкого, да. Значит, ну, а во многом как раз мой доклад это мостик от того, что говорил Игорь, к тому, что, собственно говоря, будет говорить Ольга, да. Значит, я пару слов скажу, собственно, что я представляю, какую организацию, да, значит, мы... Я исполнительный директор Национальной ассоциации трансферотехнологий. Это не единственное, скажем так, направление деятельности, в которое увлечен, но это, наверное, самый большой такой и важный проект сейчас там и для меня и вообще в целом для рынка трансферотехнологий в России, да, на сегодняшний день мы уже объединяем порядка 70 организаций и много чем занимаемся как раз для того, чтобы сделать трансфер, кемпионализацию проще, эффективней и так далее, да, значит, ну, в первую очередь выстраиваем разного рода коммуникационные каналы между бизнесом и наукой, мы запустили цифровую платформу, на которой публикуются запросы от крупного бизнеса, мы делаем очень много мероприятий по обмену опытом, на которых собираем по 100-200 человек легко, там, два раза в месяц, мы делаем, значит, много методической работы, да, там, в частности, там, совместно с Миноборнауки, разрабатываем рекомендации по центрам трансфера, методики оценки готовности вузов к трансферу технологий, да, там, по оценке зрелости процессов с автором, кстати, который также является Игорем, ну, и так далее, да, занимаемся какими-то нормативными вещами, ну, и в этом смысле еще много предстоит сделать, но, на мой взгляд, мы так хорошо набрали ход, значит, и, собственно говоря, о трансфере, о коммерциализации, значит, и о готовности технологий приходится нам слышать и сталкиваться с этим там на регулярной основе там каждый день, да, значит, о чем мы сегодня будем говорить, значит, во-первых, мы, ну, собственно, что такое уровень готовности технологий или технологии, или технологии не принципиально, там, технология в единственном числе, технология readiness level, да, по-английски называется, значит, для чего применяется ОГТ, да, или ТРЛ, значит, какие другие требования предъявляет нам на самом деле рынок, там, потребитель, индустриальный партнер, да, и каким другим видом готовности это ведет, значит, и как перейти, собственно говоря, вот к такому комплексному подходу, оценивая не только готовность технологии, но и готовность в целом, ну, там, других аспектов производственных, рыночных, там, и так далее. Это очень, повторюсь, очень важно и ставит правильный, сразу нам такую парадигму задает в голове, значит, по поводу того, как мы должны смотреть на развитие, коммунициализацию технологий, да, ну, и, собственно, я буду приводить много примеров, они там реальные, во многих из них я лично понимал какое-то участие, там, методические, организации, в организации экспертной работы, значит, там, и так далее, и тому подобное, да, значит, ну, поехали, да, вопросы, пожалуйста, задавайте в чат, на них, собственно говоря, буду потом отвечать, вот, а сейчас тогда, соответственно, пойдем по контенту, который у меня есть, так, значит, ну, то, с чего мы начнем, это, собственно, говорят, что такое TRL, что такое технология с левел, значит, откуда он взялся, зачем, какие задачи там изначально решались, и, собственно говоря, почему, значит, мы сегодня об этом беседуем, да, ну, в целом, технология readiness level, вот эта вот концепция оценки уровня готовности технологии, она, значит, вообще абсолютно не новая, родилась еще, ну, в 60-е годах, вот здесь написана ссылка на нику White Paper, там, 95-го года, но в реальности это уже было переосмысление, значит, существенная такое, ну, неначальная точка, скажем так, в методологии оценки готовности технологии, да, изначально это все родилось в НАСА, когда, ну, надо как-то было структурировать там многочисленные неокры, там, в процессе подготовки, ну, собственно говоря, космических, там, запусков аппаратов, полета на Луну, там, и так далее, вот, ну, и потребовалась некая линейка, да, то есть, по которой мы могли бы понять, где мы там находимся, там, вот эти технологии, да, условно, особенно, когда этих, там, параллельно ведется, там, ну, крайне много, да, и там, надо понимать, на самом деле, риски, то есть, ну, первичная, первичная задача с управлением рисками и, собственно говоря, ну, управление портфелем неокров, да, вот, из НАСА, из космоса, это, там, пошло, понятно, в авиацию, оттуда в другие отрасли, на сегодняшний момент, ну, много где применяется, то есть, есть отдельные нотации, там, для нефтегаза, значит, там, для фармы, для биомедицинских технологий, даже для IT, там, и так далее, вот, ну, концепция простая, технология от нуля до стадии серийного образца проходит 9 этапов, да, каждый этап, он характеризуется определенными требованиями, да, то есть, условно говоря, мы идем от идеи, где нет ничего, до проверки научных принципов, через проверку научных принципов, создание лабораторного образца, подготовки ТЗ на ОКР, создание, значит, тестирования в условиях, приближенных к реальным, создание опытного образца, там, значит, опытно-промышленного, мелко-серийного, там, серийного, терминология может меняться, но идея, я думаю, понятна, там, абсолютно любому разработчику, который сталкивался с, ну, какой-то прикладной наукой, да, и понимает, что в целом технология, она превращается из чего-то такого, как бы совсем бумажного, теоретического, во что-то, что работает, причем, как бы, ну, там, в железе, при этом, там, в нормальных масштабах и на больших партиях, да? Алексей? Да? Меня слышите? Вы можете презентацию на полный экран? Мы до сих пор первый слайд видим. Да вы что? Да. Это вы сказали бы раньше, да, потому что у меня все, я бы тут... Это было вступительное слово. Нет, нет, нет. Я прошу прощения, что же такое? Это так бывает у Зума, значит, когда, ну, давайте мы сделаем следующим образом. Так, новая демонстрация. Просто я спросил, переключается, и так понял, что переключается. Так, сейчас вы снова видите первую страницу, да? Да, да. А сейчас видите вторую? Нет. Сейчас мы... Да. давайте еще разочек. А сейчас видите страницу с Национальной ассоциацией транспортной технологии? И переключается все нормально, да? Пока ничего не переключается. Вот одна страничка. Что ж такое? Ну, ладно. Так, А так? Так все работает. Спасибо. А, прекрасно, да, почему-то. Хорошо, все, я ужасно извиняюсь, редко, но бывает, да? Я, ну, тогда вернусь к началу слайдов, да, значит, повторюсь, да, тема методика оценки уровня технологий для научных и научно-образовательных организаций, значит, основные цели, принципы, там, и так далее, да? Я кратко рассказал про Национальную ассоциацию транспортной технологии, там, о том, что мы себя представляем, чем мы занимаемся, да, и хочу поблагодарить университеты на поле за, ну, за вступление, за поддержку, за сотрудничество, там, и так далее. Это как раз один из активнейших университетов, который сейчас, ну, может быть, наряду, там, с еще, там, не знаю, тремя-четыремя-пятью университетами, значит, семимильными шагами, там, двигается вперед, да, в части коммерциализации технологий, я, в первую очередь, об этом могу говорить, да? Значит, там, не буду повторяться, о чем мы будем говорить, да, но я хочу обратить ваше внимание, вот, на этот градусник, значит, о котором я стал рассказывать, и об этой идее, о том, что технология в своей развитии проходит девять этапов, от первого по девятый, значит, вот, и, собственно говоря, я пояснил о том, что изначально, значит, ТРЛ вышел из недр НАСА, где применялся для, значит, ну, для управления портфелем неокров, значит, в том числе параллельных, там, связанных между собой, ну, там, при, собственно говоря, запуске, там, космических аппаратов, там, и так далее, и тому подобное, да, вот, и, значит, на сегодняшний момент ТРЛ гораздо дальше ушел от, собственно говоря, космической отрасли и применяется, там, в широком, совершенно направлении, в широких направлениях, да, то есть, от фармацевтики и биомедицинской технологии до IT, ну, а понятно, что особенно хорошо работает, там, в каких-нибудь новых материалах, там, вот, в таких вот понятных вещах, да, идея ТРЛа, это вот пошаговое развитие технологии от первой до девятую, по девятую, значит, в рамках которой технология обрастает какими-то там видимыми артефактами, да, то есть, появляется, условно говоря, лабораторный или опытный образец, проходятся испытания, значит, появляются методики, появляются документы, появляется, значит, многое что, да, и ТРЛ предполагает, что, ну, там, вы не можете там сразу перескочить с первого по девятый, да, потому что, ну, там это технически просто невозможно, да, вот, в России у нас активными сторонниками применения как раз УГТ или ТРЛ, да, значит, это одно и то же, УГТ это вот такой стоявшийся стандартный перевод в России, большими сторонниками и такими, как это по-английски practitioners, теми людьми, которые их внедряют, является как раз у нас такие организации, как Росатом, ОДК, значит, и на самом деле Миноборнауки тоже там активно это применяет, эти примеры я буду сегодня приводить, да, и, ну, как я уже сказал, собственно говоря, в университетах тоже уже последние там несколько лет назад, лет как начали говорить такие термины, как УГТ, ТРЛ, и в общем и целом, ну, в моей богатой довольно практике общения с учеными, я понимаю, что в целом, как правило, разработчики хорошо ориентируются в ТРЛ и могут приблизительно оценить, на каком уровне ТРЛ находится, или на их разработках, да, значит, ну, вот еще одна, собственно говоря, картинка, демонстрирующая, значит, какие стадии, там, неокра закрывает тот или иной уровень готовности технологии, да, то есть надо понимать, то есть первые три, это научный принцип, второе, значит, это разработка, собственно говоря, технологии или опытного образца, третье, это уже создание какого-то серийного продукта, ну, либо его внедрение, да, значит, очень важная вещь, которую надо понимать, значит, что есть, вот, на первых трех уровнях, там, четырех, ну, трех на самом деле, да, это в целом ответственность ученого, в то время как где-то с четвертого, там, по седьмой, это уже, вернее, с седьмого по девятый, это ответственность скорее, ну, там, производственной компании, индустриального партнера, там, и так далее, при этом путь посередине, его невозможно совершенно пройти по отдельности, то есть там ни индустриальный партнер не может этого сделать с любой разработкой, да, ни, соответственно, ученый не может сделать без участия индустриального партнера, Там могут быть какие-то там исключения, да, там, не знаю, в университете может быть какое-то опытное производство или там что-то лаборатории как-то там продвинуться, но это все, в общем, получается криво, косо, не работает там и так далее. И на самом-то деле вот проблема трансфера технологий как такового, да, когда мы берем лицензируем патент такого классического-классического, да, а потом с патентом с этим что-то делает новый правообладатель, она вот здесь вот очень хорошо показана, в чем, собственно, эта проблема. В том, что в какой-то момент, то есть патент, вот просто взять и лицензировать вот так вот и забыть о разработчике абсолютно невозможно, да, потому что так не получится, потому что вот этот путь с четвертого по седьмой ТРЛ, новый правообладатель, он не пройдет без разработчика. Поэтому, собственно говоря, лицензируется не только патент, но это все еще обрастает разными договорами на поддержку, на доработку, значит, там и так далее и тому подобное. То есть процесс трансфера, он сам по себе получается более сложный и предполагает, собственно говоря, прохождение в том числе там по уровням ТРЛ, да, значит, и только потом уровни на седьмом, ну, уже можно сказать спасибо, товарищи ученые, значит, мы дальше уже сами можем как-то там это, и то, ну, конечно, это там не работает, ну, уже как-то в меньшей, в смысле, работает, но, значит, участие разработчиков там требуется гораздо меньше. Поэтому я вот предпочитаю так смотреть на трансфер, да, как некую совместную работу, причем довольно длительную, да, один уровень ТРЛа проходится где-то приблизительно на самом деле год. Ну, сейчас может быть меньше, там, семь-восемь месяцев, в каких-то отраслях еще быстрее, значит, и там, предполагается, что вот это вот промежуточное, среднее звено, это, ну, там, два года разработки точно, совместной работы, два года совместной работы точно. Вот, примеры, как ТРЛ может использоваться, значит, там, разными, используются разными организациями, да, ну, вот, например, для управления портфелями, портфелем проектов, то есть это в любом университете, в принципе, тоже можно так сделать, значит, там, можно просто смотреть, в каких направлениях у вас, какой, значит, по сути дела научно-технический задел, да, то есть вот здесь видно, что это Министерство энергетики, там, Соединенных Штатов, вот у них такая табличка, значит, по поддержанным, по финансируемым НИОКРам, значит, и они вот видят, что на такой-то стадии столько-то проектов, столько-то, столько-то. Это не конверсия внизу, там, вот эти цифирки, да, это просто, ну, текущее состояние, мы видим, что в основном, значит, по третьему ТРЛу, ну, текущее состояние большинства проектов, но не это важно, а важно то, что, значит, ну, вот, собственно говоря, вот такая аналитика, она позволяет понимать университету, да, где мы там ближе к коммерциализации, ближе к рынку, там, и так далее, потому что ТРЛ – это функция, ну, то есть уровень ТРЛ обратно пропорционален расстоянию до, собственно говоря, рынка, да, то есть чем выше ТРЛ, тем ближе к рынку, и очевидно, что при коммерциализации нужно фокусироваться на высоких уровнях ТРЛ, но там есть тоже свои нюансы, потому что чем выше уровень готовности, тем, на самом деле, потенциально больше там зарыто проблем, которые будет сложно, значит, как-то решить, да, ну, это как вот, я не знаю, вы въезжаете в квартиру с готовым ремонтом, который делали не вы, да, и там все криво-косо, да, сверху заштукатурено, да, значит, как бы вроде ровно, но там все начинает ломаться, все приходится переделывать, причем дороже, потому что нужно все это там, значит, ну, это такой негативный пример, да, позитивный пример – это когда уровень ТРЛ, по сути дела, падает при переносе одной технологии из одной отрасли в другую, да, то есть разрабатывали изначально супергидрофобное покрытие для, значит, не знаю, для применения в авиации, значит, и борьбы с обледенением, например, не знаю, датчиков скорости, да, а при переносе это в энергетику, ну, понятно, что все эти испытания в условиях, приближенных к реальному, нужно проходить заново, да, там, на других, вообще говоря, стендах, на других покрытиях, там, и так далее, да, там, условно. Вот, и по сути дела это означает, что ТРЛ падает, и вы начинаете работать, ну, там, обратно с третьего ТРЛ, да, значит, ну, это так, к слову просто. Значит, уже затронул я многие моменты того, что очень важен индустриальный партнер, значит, и, ну, и не только, конечно же, индустриальный партнер, но он крайне важен в научных разработках. И вот хочется, значит, посмотреть на вещи шире, в том смысле, что, а как же, вот, там, вы спросите вопросы производства, вопросы рынка, да, где они в ТРЛ, да, потому что если мы должны, значит, системно развивать технологию, как технологию, да, то вопрос, а что же делать с рынком, как там работает система, что делать с производством, там, и так далее, да. Ну, и, собственно говоря, значит, вот тут есть такие, такой список сильных и слабых сторон, значит, собственно, ну, а куда же, куда же развивать ТРЛ, вот, или, может быть, не ТРЛ, а дополнительно к ТРЛ что-то делать, да. Значит, ТРЛ хорошо работает для общего понимания, там, уровня проекта, значит, управления рисками, там, управления портфелем, неокров, там, и так далее, значит, поддержки принятия решения, финансирования, в свое время, вот, не знаю, пару-тройку лет назад, например, Миноборнауки, значит, в своих конкурсах использовал УГТМ, ТРЛ как индикатор, ну, вот, сколько там бюджета вне бюджета должно быть пропорций, да, условно, чем выше ТРЛ, тем должно быть больше вне бюджета. Логичная совершенно вещь, да, то есть, условно, чем выше готовность технологии, тем более, значит, важна, там, роль индустриального партнера, и тем больше деньгами он там должен проголосовать, да, значит, вот, но при этом, как бы, готовность технологии, значит, она не обязательно совпадает со зрелостью проекта в целом, то есть, ну, условно говоря, технология уже такая, вроде бы, казалось бы, высокого уровня готовности, как кажется разработчику, а в реальности, там, не с клиентами не общались, с инфекциональной собственностью ничего не решено, значит, есть проблемы с производством, да, там, с переносом этого в производство, там, и так далее, то есть, нет представления о том, что за производственная линия, какие поставщики, там, и так далее, подумайте, вот, какие вещи, они, ну, мы, там, вы ученые, да, то есть, вам сложно об этом думать, да, там, вот Игорь там сегодня сказал о том, что умные люди думают, что они могут все решить. На самом деле, ну, история полна примеров, и примеров этих вокруг нас полно, да, когда, значит, даже самый мощный интеллект на самом деле не может добраться к каких-то глубин, там, значит, вещей, которые, там, базируются на опыте, потому что там слишком сложная какая-то получается. То есть, казалось бы, нужно делать так, а на самом деле нужно делать наоборот, значит, и вот в эту ловушку попадают, потому что есть, как бы, некие знания за границами наших знаний, да, мы их не можем понять, увидеть там и так далее. Вот, и именно они влияют в итоге на решения какие-то, ну, опять же, я ударился тут в философию, смысл другой, да, то есть, есть другие аспекты, которые нужно принять во внимание, да, при развитии технологии. Собственно, они, там, очевидно, промышленные, там, инженерные, организационные, рыночные, там, и так далее. И вопрос простой. Если мы развиваем технологию, то как мы должны заниматься вот этими процессами тоже, да, значит, вот пример из слайдов, там, из презентации, там, компании ОДК, вернее, там, одной из структур входящих в ОДК, это НПО «Сатурн», и вопрос, который, значит, интересуется, вернее, задают коллеги, да, там, из ОДК, пытаются, пытаются, как бы, адресовать, что вот уровни готовности, которые, тех разработок, которые к нам попадают, они не только разнятся, да, значит, но еще и мы думаем по-разному, да, мы производственная компания, значит, и хотим понимать, как, значит, это будет у нас в производстве работать, да. Значит, в то же время, как со стороны разработчиков лабораторный, там, некий образец. Ну, здесь понятна проблема, там, с другой стороны, да, потому что если все, там, часто очень индустриальные партнеры говорят, вот у вас лабораторный, нам нужен опытный, когда будет опытный, тогда приходите. Ну, извините, вот говорю я им, да, то есть если все время ждать, что вам принесут опытный образец, вам его никогда не принесут, потому что его невозможно сделать без вашего участия. Ну, то есть поймите простую вещь, то есть либо вы начинаете совместно работать, как, другой разговор, да, там, на ранних стадиях с разработчиками, да, либо вам приносят не то вот все время, да, то есть если вы не хотите участвовать, там, в дизайне квартиры, да, там, и говорите, вы мне квартиру сделаете, и я въеду, то сделают вам такое, что въезжать не захочется. Ну, как бы бытовая житейская логика почему-то здесь не работает, да. Вот. Ну, сейчас, правда, люди поумнее стали, ну, не поумнее, а поопытнее, да, вот как бы там возвращаясь к этому моменту, да, значит, и понимают, что надо работать на некое упреждение, да, то есть, но тут возникает другая проблема. Если мы начинаем работать с технологиями ранней стадии, то нам надо ставить задачу не сегодняшнего дня, да, потому что разработка, там, какое-то время, там, займет, да, там, лет пять, да, а задачу завтрашнего дня. И вот здесь вот у индустриальных партнеров наших, которых, ну, я очень люблю и уважаю очень много с ними взаимодействие, возникает следующая проблема. А как поставить задачу завтрашнего дня? Если мы живем, там, циклами планирования, там, в год, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и... Ну, это проблемы тоже, как бы, решаемые, но все это занимает время, да. Значит, то есть... И вам, наверное, приходится с этим сталкиваться, да. То есть нужно здесь и сейчас, и поэтому возникает готовность, да, значит, требование по готовности. Итак, значит, что такое готовность технологического проекта? Ну, вот вместе с коллегами из Росатома и Минобранауки, там, какое-то время назад, лет пять, да, значит, мы предложили, мы, там, я лично, да, там, участвовал в разработке, там, некого более комплексного подхода, предполагающего, что мы на проект смотрим не только в разрезе технологий, но и в разрезе производственной готовности, инженерной готовности, организационной готовности, проработки преимущества и рисков, значит, и рыночной готовности. При этом, ну, скажем так, мировая наука в области вот этих вот подходов и методик, она идет приблизительно тоже в этом же направлении. Есть у авиаторов тоже, там, системная готовность, там, интеграционная готовность, очень схожие вещи, да, там. Есть, значит, много разных подходов к, ну, вернее сказать, к производственной готовности, она уже довольно сильно, ну, не буду говорить гостированно, потому что там нет гостов, но стандартизованно, да, значит, рыночная готовность тоже, о ней все говорят, и приблизительно об одном и том, что, да. Значит, и есть еще, ну, разные, там, инвестиционная готовность, если мы говорим про стартап, там, и так далее и тому подобное. То есть очень вот эта вот логика простая о том, что 9 шагов, да, там, значит, по ним там все вот померили, да, там, конкретизировали требования, она распространяется на все аспекты коммерциализации, причем в зависимости от того, как вы будете коммерциализовать, да. Значит, вот, и там, ну, немножко поварясь вот в этом, да, там можно выйти на вполне себе, значит, ну, там, правильно, вот такой подход, он дает очень такую достаточно красивую картину мира, да. Значит, что важно понимать, когда мы говорим об этих вот, там, разных других готовностях, да, значит, игнорирование других аспектов, кроме технологий, ведет, на самом деле, к проблемам в коммерциализации, его внедрении на более поздних этапах, да. Ну, например, если у нас, значит, мы не проработали вопросы, там, инженерной готовности, да, возникает проблема интеграции в конечных результатах какой-то. Неважно, система большая или продукт маленький, там, и так далее. Мы, как правило, часть чего-то большего, да, то есть, ну, нет такого, что мы делаем прям все с нуля, там, ну, уже нет, по крайней мере, да. Да, значит, если там, даже если вы изобретаете колесо, да, если у вас там, как это называется, то, что соединяет центр, там, и обод, да, там, значит, спицы, да, там, они не той системы, да, то вот, пожалуйста. Значит, а уж тем более, если мы говорим про сегодняшние, как бы, сложные, сложные системы и механизмы, да. Значит, не разобрались в производственных вопросах, там, либо вообще в производство не перешли, либо себестоимость там выросла. Типичнейшая ситуация, когда разработчик, ну, мы же не можем предсказать, там, как это все будет производиться. Почему мы не можем? Потому что не знаем, значит, состава производственной линии, как следствие капексов, да, там, значит, поставщиков и, значит, там, их цен, да, как следствие опексов, да, там, себестоимость не понимаем, там, и т.д., и т.п., да, там, значит, какой персонал, какие требования к их компетенциям, значит, ну, или там типичная ситуация, когда вы приходите в Сибур и говорите, что вот у нас вот такая технология, да, там, мы можем произвести то-то, а, значит, возникает вопрос, а что вот если вот это вот, значит, молекулу делать в объеме 100 тысяч тонн в год, да, вот что для этого нужно? И выясняется, что, на самом деле, в лаборатории-то полкилограмма есть, да, а вот 50 тысяч какого-то другого компонента нету, надо строить рядом завод стоимостью в полтора миллиарда евро, да, которые, значит, ну, там, качественно меняют всю экономику проекта, да, ну, и понятно, всем понятно, опять же, из бытового, житейского какого-то взгляда, если клиенту не надо то, что мы делаем, да, то, собственно говоря, это не будет потом продаваться. Вот ученый может сказать, что, ну, это же не моя проблема, моя проблема разработать, моя задача, да, а задача, там, продавца продать, ну, нет, как бы, значит, ваша задача – разработать то, что надо рынку. Другой разговор, что вы не можете, не всегда можете это сделать в одиночку, нужна команда, другие компетенции, это понятно, да, и, ну, там, я видел довольно много каких-то стартапов, да, когда, вот, ну, там, научный лидер, да, вот он нанимает, там, мальчиков, там, значит, молодых в качестве продавцов, думая, что вот они сейчас будут продавать то, что, ну, так не работает, так, к сожалению, и это сразу видно, что, в общем и целом, конечно, и инвестор-привлекательность падает, да, там, и так далее. Вот, а как должно работать, сейчас мы продолжим, да, значит, ну, вот примеры, там, организационной готовности, да, что, что входит, собственно говоря, например, в организационную, то есть это, значит, то, как устроены, там, управление проектом, да, там, доступность и готовность ресурсов и инфраструктуры, в том числе финансовые, есть бюджеты, нет бюджетов, да, а, значит, сами планы и бюджеты, команда, бизнес-процессы, партнеры и поставщики, значит, думаем мы об этом системно, ну, далеко не всегда, потому что часто это за пределами нашей какой-то компетенции. Значит, преимущества и риски, да, ну, сюда мы отнесли интеллектуальную собственность, технологические преимущества и риски, действительно, как таковые, значит, понятно, да, рыночная готовность, ну, такие слова, как ценностные предложения, рыночный сегмент, конкуренты, там, каналы продаж и продвижения, монетизация, маркетинговые документы и так далее. То есть проект проходит вот с первой по девятую стадию точно так же какую-то зрелость вот здесь вот по этим, значит, направлениям готовности. При этом изначально у нас гипотезы, ну, и как, собственно говоря, в разработке технологии, да, там, мы, или там на бумаге формула, да, есть там, теоретически предположили, что наш тепловой насос обеспечит, ну, сейчас я реальный проект рассказываю, да, обеспечит в семь раз более эффективное соотношение, там, затраченная энергия, полученная энергия. Проверили в лаборатории, вот наша гипотеза, да, проверили в лаборатории, значит, дало как бы там в трехкратный, но все равно хорошо, да, а теоретически всем там новый, новый, новый цикл, да, там, был изобретен, предложен коллегами, да, значит, так и здесь, да, мы предполагаем, что наш клиент такой, мы предполагаем, что продавать мы будем так, мы предполагаем, что цена будет такая, но с ходом у нас все это уточняется, 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 да, проходят какие-то стадии, этапы, проверяется. Так это работает. Вот. Что, ну, я не говорил о том, как изнутри, вернее, пока не очень много говорил, как изнутри устроен ТРЛ, да. Но ТРЛ – это набор требований, да, значит, должно быть сделано то-то, то-то, то-то. Если мы совсем в подробности, значит, это может быть, как, не знаю, как чек-лист, набор вопросов там и так далее. Вот. Ну, скорее, это чек-лист. Вопрос, чем его подтверждать. Документами, значит, либо как-то экспертно, то есть тут могут быть разные степени проверки вот этого, да. Значит, но точно так же это работает и с коммерческой готовностью, да. Вот пример, значит, требований к коммерческой готовности вопросов, на которые разработчик должен там ответить, да, для того, чтобы там себе понять, где он там находится, да, и это вот, значит, на каждом уровне так вот все проработано, значит, можно дальше идти, да, то есть требовать не только ответить, но и предоставить документы. А может еще дальше можно заглянуть в эти документы и увидеть, что там написана какая-то там чушь. Но ТРЛ, на самом деле, значит, сам по себе, он такой более формальный метод оценки, да, то есть он говорит там, если, значит, особенно в ТРЛ это хорошо работает, да, то есть если вы охотитесь на ТРЛ там четвертом, да, предоставьте такие-то документы, да. Документы должны быть подписаны, утверждены по форме, значит, понятно, что там, ну, может быть какая-то чушь, но далеко не в первом приближении, да. Значит, но хорошо это работает, эффективно в связке сами вот эти вот опросники, калькуляторы, методики, да, плюс эксперты, которые в состоянии, значит, на самом деле, ну, к этому как-то отнестись, да, там сказать, что, ну, оценка рынка-то есть, только написано там чушь, да, значит, вот. Методика испытаний есть, но она кривая, да, значит, ну, как следствие результаты, испытаний, они ни к чему не привязаны, вот, и поэтому об этом тоже надо не забывать. Значит, по поводу рыночной готовности и, значит, бизнес-модели, да, вот вы, наверное, многие из вас видели вот такую картинку, модный такой инструмент называется бизнес-модел канвас по-английски, да, или канва бизнес-модели, который говорит, что бизнес-модель, она определяется, значит, девятью блоками, да, там, значит, каждый из которых представляет собой набор гипотез на ранней стадии, которые проверяются последовательным образом. И вот рыночная готовность – это то, что справа, это наши ценностные предложения, это наши каналы сбыта, это наши потребсегменты, это откуда мы деньги берем, там, и так далее, и так подобное. Но вначале, на первом уровне рыночной готовности, да, у нас гипотезы, на девятом у нас проверенные гипотезы, да, проверенные какие-то артефакты, продажи, там, и так далее, да. Кроме конечного клиента никто ничего никогда гарантировать не будет, да, который принес деньги, там, подписал договора, акты, и так далее. То есть, значит, нужно понимать, что, в общем, ну, как и в технологии, да, с рынком, вы проходите от гипотез до фактов. Ну, здесь просто картинка, как вот там может считаться уровень этой готовности. Ну, это просто так выглядят калькуляторы, если говорить об университете, ну, о методике, которую я пока видел, вот, коллеги из, значит, ЦТТ готовят, да, там тоже есть, ну, там, схожие вещи. Значит, ну, это примеры вот наших калькуляторов, которые мы сделали, значит, для разных технологических направлений, да, ну, вот, в частности, для IT. Ну, с IT немножко сложнее, потому что все-таки цикл разработки в IT, он гораздо быстрее, чем, например, там, новых материалов. То есть, IT-проект, он может легко пройти все девять уровней ТРЛа, значит, не знаю, не за девять лет, там, за десять, да, там, а за год. Может, и быстрее, но это уже, как бы, вопрос, на самом деле, доходит ли до девятого ТРЛа разработка в рамках современных подходов, типа Аджайла, значит, и так далее, да, и без крама. Вот, там, можно говорить о том, что это, на самом деле, на выходе где-то приблизительно, она вот так циклирует, там, значит, итерационно, значит, максимум до какого-то, там, седьмого уровня, да, там, значит, ну, или восьмого, да, потом, значит, дорабатывается, дорабатывается, и потом уже выходит на девятый. И это может занимать довольно длительные периоды. Но неважно. Важно другое, что, значит, ТРЛу все отрасли покорны, да, и можно по-разному подходить. Вот есть, вот, я не знаю, видно вам что-то или нет, может быть, коллеги там поделятся презентациями, да, но вот для биомедицинских технологий тоже могут быть. В БМТ и в ФАРМе там, ну, понятно, появляется целый набор новых требований, связанных с сертификацией, лицензированием, клиническими испытаниями, там, и так далее, и подобное, которые тоже нужно проходить, которые тоже, на самом деле, соответствуют разным уровням готовности проекта, да. То есть вы начинаете там с, ну, я не специалист, ну, там, с одних клинических, когда не заканчиваете, там, с первых, там, заканчиваете третьих, да. И по каждым вы должны, там, у вас отдельные методики, значит, там, понятно, выборка людей, с которыми там вы работаете, там, и так далее, и не людей, да. И это все должно быть добавлено в такие подходы, когда, в оценку методики, когда, заговорюсь, вот в эти калькуляторы уровня готовности технологии, если вы эту методику хотите использовать. Значит, что, какие нам дополнительные возможности даются, когда мы расширяем наш взгляд на вещи от методики, от технологий до производства рынка, там, и так далее, и тому подобное, да. Вот Миноборнауки, там где-то у себя в недрах, пока, там, в подведах, там, ну, сейчас дирекция научно-технических программ, с которой, в которой я долго работал, с сотрудничеством. Там используются такие расширенные подходы для углубленной экспертизы качества разработки технологий и, собственно говоря, мониторинга развития проектов. Я там покажу несколько слайдов. Значит, наши коллеги из Ассоциации техноброкеров, вот Игорь Артистинский, что ее там представляет в том числе, значит, это просто экспресс-оценка технологий, которые на входе, на этапах скаутинга попадают, с которыми мы хотим быстро понять, это вот, как это, это еще подождет, это можно уже с этим работать, а это в корзину, да. Значит, важное здесь слово, дисбаланс проекта, я чуть позже об этом поговорю более подробно. Значит, ну, собственно говоря, можно использовать это там шире, не только, значит, когда вы с одним, там, двумя проектами работаете, а прям целый портфеляцей. Значит, коллеги из Росатома, значит, еще глубже пошли, внедряя ТПРЛ и, ну, какие-то дальнейшие его развития, которые у них есть, уже в процесс управления, значит, неокрами и портфелем неокр-проектов, причем даже в неожиданные аспекты, ну, например, для календарного планирования, там и так далее, и тому подобное, да. Значит, ну, собственно, вот пример того, такая картинка, может быть, ни о чем не говорящая, декомпозиции, значит, уровня готовности на задачи, там, на требуемые результаты, на свидетельство фактов и документы, источники. Это просто сейчас вот не надо, наверное, грузиться, да, и, может быть, надо было мне это слайд удалить, но это просто, как бы, вот для меня коллеги из Миноборнауки и, собственно, из Дирекции научно-технических программ, они глубже всего пошли вот в такие вот формализованные, значит, там, механизмы с тем, чтобы это оцифровать потом, да, потому что, ну, что такое Дирекция научно-технических программ? Это структура, которая управляет, там, ФЦП исследованием разработки. Ну, сейчас ФЦП закончилась, да, там, ну, например, там, не знаю, 218-е постановление, да, значит, то есть, по сути, у них большие данные разные по проектам, да, и они могут, ну, вот, там, строить такую большую информационную систему, да, для управления, там, этими проектами, для их мониторинга, для экспертизы, проверки, там, и так далее. Значит, вот пример оценки, там, нескольких, там, сотен проектов мы в свое время оценили по разным уровням готовности, проектов, получивших финансирование в рамках ФЦП исследовательной разработки, ну, это реальность совершенно проекта, и вот картинки, которые показывают, значит, где находится тот или иной проект в начале того, как он получил субсидию, да, и предполагаемо в конце, да, ну, оранжевым – это то, что вот прям в сию секунду, да, и мы видим, значит, прекрасно, что, значит, ну, проекты разные, да, у них разные, вот эта паутинка, вот эта вот картинка, профиль, да, вот, например, первый проект, он такой более-менее сбалансированный, значит, второй проект мы видим, что коллеги, значит, ну, там, более-менее технологией там занимаются, но производственными вопросами, например, мало, ну, нет такой компетенции, значит, вот примеры, ну, уже завершенных проектов там, значит, где мы видим, что вот готовность технологии, инженерная проработка, с этим все хорошо, и даже с производственной готовностью во втором из них, со всеми остальными вопросами плохо, да, то есть мы потратили кучу там усилий, денег, там, интеллекта на то, чтобы что-то сделать, довести это вообще, говорю, до девятого уровня, да, но мы вообще-то не сходили на рынок, мы не понимаем, это над кому-то, значит, там, у нас просто поэтому нету компетенции, ну, то есть представьте, какой появляется мощный инструмент для анализа слабых, сильных сторон проекта, если вы смотрите не только на технологии, но и на другие аспекты, да. Вот еще, значит, пример визуализации результата оценки, значит, ну, как раз я сторонник, может быть, такого взгляда на вещи, хотя и предыдущие, предыдущие картинки тоже там весьма наглядные, здесь просто вот реальный проект оценен, зеленый, это то, что в проекте есть, желтый на том, чем он работает, значит, и, ну, конкретно, что основные результаты очень укрупненные в каждом квадратике написаны, значит, такая матрица получается наглядная очень, и мы понимаем, что, ну, этот проект более-менее сбалансированно развивается, даже у него там как-то по рыночной готовности все хорошо, да, но он на ранней стадии, он просто там уровни готовности у него там третий, там, второй, третий, да, то есть это вот реально типичный ФЦПшный проект, и даже помню, это, по-моему, если мне память не изменяет, что-то там с покрытиями, там, полиамидными, там, значит, то ли для кабельной промышленности, значит, как-то так, и, ну, типичная картинка, когда вот, значит, мы что-то там измеряем, мы видим, что, ну, вот у меня нету здесь указки, да, значит, что технология прокачанная, а вот другие столбцы, они гораздо хуже, и вот здесь вот возникает та проблема, что, значит, надо, надо вообще говоря, здесь наберстывать упущенное, да, там, двигаться дальше быстрее, и не двигаясь по технологии, стоп сказать там, значит, давайте там идем, бежим на рынок, что-то проверяем к индустриальному партнеру, там, с ним договариваемся, да, там, и так далее и так далее. Значит, вот еще один пример, значит, как раз экспертизы портфеля проектов, которую делает директор научно-технических программ по заказу веба по одной из ФЦП, по электронной компонентной базе. Кто-то из вас, может, даже и получал, да. Вот, ну, там, некие усредненные картинки, значит, того, где что там находится. Здесь, правда, желтое с зеленым перепутано, но это вопрос к дизайну. Значит, ну, и там, благодаря этому инструменту, были получены достаточно интересные и правильные выводы, значит, связанные с тем, ну, вот, где системно в целой ФЦП были заложены проблемы, да. Но это такая была глубокая работа экспертов и, там, и методическая, там, десятка экспертов в коммерциализации микроэлектроники, там, было задействовано, ну, и вообще микроэлектроники, там, технических, там, пару десятков и десяток коммерсантов. Значит, ну, вот, собственно говоря, тоже, там, в среднем готовность результатов, там, каких-то исполнителей. Не хочу на этом останавливаться, да, там, значит, просто это в какой-то степени, ну, давняя информация, да, там, значит. Вот. Вот еще один пример, там, оценки готовности международных проектов коммерциализации, значит, которые, причем в области IT было сделано для компании SAP. Вот до трех совершенно составляющих, там, мы такую методику урезали, да еще добавили международные некие акции, да, предполагая, что проект сначала развивается, там, прицельно, там, на российский рынок, а потом выходит на международный. Ну, это не всегда так, но разницы большой нет, неважно. Шесть уровней, если проскочили, первый. То есть шесть уровней про Россию, три про международный рынок. Значит, почему я привожу этот пример, да, ну, применимость для IT, это важно. А вторая очень интересная история, что если вам надо на международный рынок, то готовность, по сути дела, там, отбрасывается, вообще говоря, на несколько уровней, там, и, ну, по рынку вообще там практически до нуля, да, даже технологическая готовность, она тоже падает, да, то есть потому, что меняются требования, требования потребителей, пользователей, там, и так далее. Значит, ну, наверное, все, что я здесь хотел сказать, да. Вот еще тоже важный подход, та же самая матрица, которую мы видели, только с точки зрения зоны ответственности. Чем занимается проект, чем занимается, значит, индустриальный партнер, а чем бы мог помочь, например, Центр трансферной технологии, ну, или акселерационная программа. И вот здесь вот так вот я показал наглядно, да, что технология – это зона ответственности разработчиков, ну, в проекте здесь написано, да. Инженерная производственная готовность, ну, это, там, разработчик плюс индустриальный партнер. А вот риски, интеллектуальная собственность, организационная готовность, рынок – это зона ответственности, ну, например, там, акселератора или Центра трансферной технологии и разработчика. Вот. И в этом смысле у нас даже есть, там, ну, некая методика. Здесь только, опять же, извиняюсь, там перевернутые уровни, там, первый наверху, седьмой внизу, ну, там, и девятый еще, да, которые помогают при помощи вот такого подхода выявить дисбаланс, значит, в развитии проекта и сосредоточиться на улучшении аспектов, которые, там, связаны с рынком, с организацией, там, и так далее. Это, собственно, то, что мог бы делать Центр трансферной технологии для того, чтобы, значит, помочь проекту, но как-то структурировано, да, там, то есть нужно для того, чтобы системно работать, ну, нужен какой-то математический базис, линейка, там, и так далее. Ну, собственно, ТРЛ, ТПРЛ – это вот та самая линейка, с которой вы начинаете, да. Ну, и чтобы это привести все к единому, там, значит, механизму, ну, вот, собственно говоря, значит, вот можно так вот смотреть на речь. Ну, и, собственно, вот у нас есть даже методика акселерации, которую там с удовольствием там можем поделиться, да, которая предполагает, что из вот этого, значит, плана акселерации, то есть вот этих вот слабых мест, которые надо доработать, формируется дорожная карта, которая еще и в скрам-формате, в ажио-формате, значит, детализируется потом на спринты, на задачи, и по которым можно уже отрабатывать, там, с участием трекеров какую-то деятельность, да, вернее, развитие проекта, да, значит, вот сейчас еще один из последних уже, наверное, примеров, связанных, значит, с, там, применением ТРЛа и ТПРЛа, значит, это Росатом, значит, в Росатоме, ну, сузили тоже направление готовности до требований, основных, там, какие-то требования раскидали, я знаю, да, там, значит, оставили там технологическую, производственную, коммерческую, значит, и используют это дело, значит, вот эти подходы для, во-первых, ну, аудита начального состояния, ну, но более интересно, что для календарного планирования, обоснование общей динамики, выявление дисбаланса, понятно, ну, и это некая дорожная карта и визуализация текущего состояния. Важный очень момент по поводу календарного планирования, это то, что, по сути, значит, ну, элементом планирования становится не календарный период, а один уровень готовности, да, значит, а он же внутри дробится на какие-то календарные периоды, там, и так далее. Есть общая статистика о том, что для проекта ему требуется где-то, наверное, год, ну, сейчас меньше, повторюсь, ну, 9 месяцев для прохождения одного уровня ТРЛа, да, и, соответственно, когда приходит проект с заявкой на финансирование внутри Росатома, со словами «мы тут хотим, значит, за два года пройти семь уровней ТРЛа», ему говорят, стоп, как-то вот расскажите, значит, как вы собираетесь это сделать, да. Вторая важная штука, это на самом деле, вот возвращаясь к тому, что делается в Росатоме, это тот момент, что к разному уровню готовности требуются разные компетенции. И, опять же, если проект говорит, я вот с пятого по, пусть с третьего по седьмой уровень, там, хочу, значит, вот сделать вот это вот, вот это, да, там, мне нужны такие ресурсы, стоп, да, значит, а есть ли у вас компетенции для того, чтобы работать на седьмом уровне ТРЛа, на шестом уровне ТРЛ, покажите, да, там научная команда, которая никогда выше третьего уровня не работала. Она прекрасная, там, классный ученый, да, но обладает теоретическими представлениями о том, что делается на четвертом, пятом, шестом уровне, да, вот, какая-то есть у меня аналогия про глубоководных рыб, которые, значит, пытаются, ну, значит, ну, неважно, идея понятная, да, значит, что понимая, собственно, вот, ну, некую дорожную карту в рамках разных совершенно видов готовности, не только технологических, можно, там, оценивать риски с точки зрения, достаточности компетенции, например, да, дисбаланса, скорости развития проекта, там, и так далее, и тому подобное, да, там, значит, ну, собственно говоря, этим коллеги-верситетами и занимаются, да, то есть, если идея классная, но в команде просто нет людей, которые могут заниматься вопросами производства или, там, не знаю, каких-то более поздних окров, там, им говорят, слушайте, идите, найдите партнера, вот вам там коллеги, значит, из другого, там, нашего жени, там, у них есть эта компетенция, да, иначе мы им просто денег не дадим, да, как бы, и они идут, находят партнера, формируют более сильные комплексные проекты, в которых есть все компетенции, чтобы по всем уровням готовности, на всех уровнях, уровнях готовности, да, как-то развивать проект. Значит, ну, собственно, здесь были примеры апробации, вот таких вот подходов, там, которым лично я, там, принимал какой-то, в которых я принимал участие. Здесь есть какие-то публикации тоже, вот, ну, я думаю, что мы поделимся там с коллегами. Вот, пожалуй, это все, что я, так сказать, хотел рассказать про такие комплексные подходы к ТРЛу прям всю секунду, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Да, спасибо большое. Да-да-да, Алексей, спасибо большое. А у нас есть вопросы от слушателя. Алексей, ссылаясь на ваш опыт, вузы чаще всего на каком уровне, видимо, УГТ, готовы вводить свои разработки на рынок? Ну, смотрите, здесь все понятно, у нас… Да, я забыл представить нашего следующего докладчика, вы, наверное, тоже сделаете, но я просто хотел уточнить, что Ольга Есина как раз более детально будет говорить про ТРЛ и про методику, которую там в Иннополисе она разработала, да, и, значит, ну, дальше я думаю, что это будет расти, развиваться, применяться все в более широком применении. Возвращаясь к вашему вопросу, значит, у нас так устроена в целом система финансирования, значит, науки, ну, и была, и сейчас, наверное, так же, ну, я сейчас некрамольную какую-то вещь говорю, ну, так вот просто выстроено объективно, что большой объем государственного финансирования, он где-то на четвертом уровне ТРЛа заканчивается как максимум, да, ну, то есть третий, четвертый даже, я бы сказал, да, там есть программы Миндромторговские, но это уже как бы другая обочина, да, там точно. Большая часть финансирования шла туда. Это означает, что существенная часть разработок, она у нас на третьем, ну, максимум четвертом ТРЛе останавливается, да, дальше у университета нету производственных возможностей там, инженерных возможностей, компетенции для того, чтобы двигаться дальше. Говорить, что эти разработки готовы к коммерциализации, ну, вот в таком типичном ключе, конечно, ну, как правило, нельзя, да, то есть нельзя вот из этого ожидать, что, значит, это вот сразу бери и коммерциализуй. Но, как бы, это если мы смотрим узко, типа стартап, продукт, ну, в такой, как бы, логике, да, если мы смотрим в логике, там, заказного неокра, да, там, значит, работать с индустриальным партнером, там, таких вот вещей, то, конечно же, вот этот вот задел, он во многом, ну, вполне себе может выходить на рынок, как бы, но через компетенции, через услуги, через какое-то там дальнейшее развитие этого продукта совместно с индустриальным партнером. Ну, вот, наверное, так бы я бы ответил на вопрос. Да, и добавлю от себя, да, что не на каком уровне готовы вводить свои разработки на рынок, а на каком уровне рынок готов принять эти разработки. Да, 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 к сожалению, мы забываем, что там должен быть некий интерфейс. Запрос должен быть. Да, 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 то есть готовый продукт нельзя, да, значит, ой, в смысле, нет готового продукта, значит, его не купит, конечно, потребитель, да, и мы идем к индустриальному партнеру, а до недавнего времени, значит, ну, не у всех есть интерфейсы восприятия разработок ранних стадий. То есть, условно говоря, вот этот вот диалог, нам нужен опытный образец, не переходите к нам с лабораторным, он, это вот про недостаток интерфейса, который может работать с учеными, да, то есть есть какие-то инновационные люди, там им ставят какие-то там сегодняшние задачи, там, значит, вот они ищут что-то готовое. Да, но рядом должны быть люди, которые идут, значит, ну, как в компании «Газпромнефть», кстати, которой тоже нужно отдать большое должное, мы с ними много работаем, у них есть отдельные интерфейсы для работы с научными разработками, да, есть интерфейсы для трансляции задач, значит, в научную среду долгосрочных, да, потому что, как я сказал, как только вы, даже если вы говорите, ну, хорошо, давайте мы будем работать с учеными, да, там, значит, то, извините, ученые работают на раннем уровне ТРЛ, до рынка 5 лет, ставить им задачу сегодняшнюю, там, один теплообменник вынуть, другой вставить, пусть даже с какими-то самоочищающимися поверхностями, там, ну, какими-то там крутыми, нельзя, потому что, ну, как бы это через 5 лет будет, а не сегодня, да, поэтому тогда вы им скажите, хорошо, через 5 лет у нас не будет никаких теплообменников, мы там перейдем к другому, вообще у нас будет вот такой производственный процесс, и вот эти вещи нам понадобятся, но вы представляете, насколько требования к уровню компетенции там внутри индустриального партнера возрастают, да, вот, в этом случае, поэтому, ну, обоюдная сложная задача, вот как-то так. Понятно, спасибо. У меня вот от себя такой вопрос, точнее, вопрос больше, скажем так, будут транслироваться от наших слушателей, подразумевая, что нас слушают представители патентных служб, классических патентных служб университетов, да, научных организаций, можете коротко ответить, зачем усложнять жизнь патентным там структурам различным и вводить эту методику, кто должен быть инициатором в УЗИ в создании таких методик, и кто должен быть в команде для оценки уровня готовности. В целом, как запустить этот процесс? Ну, хорошо, да, я вам скажу, значит, дело в том, что, конечно же, ну, ТРЛ – это вещь как бы другого вот, ну, некого уровня, да, такого более зонтичного, задрагивающего все разные стадии, значит, прохождения технологий или проекта, как мы сегодня обсуждали, да, понятно, что работа с патентами, она ведется, на самом-то деле, ну, вот там, когда ученый что-то там думает, что открыл, да, там это надо как-то, значит, понять, что с этим делать, надо ли патентовать, да, значит, то есть как бы вот эта стадия генерации РИДа, значит, и там раскрытие, ну, то есть где-то это там совсем далеко, да, значит, от реального рынка, но и там по-прежнему это нужно делать, да, хотя важно еще понимать, как мы будем коммерциализовать, то есть вообще говоря, что будем, на какой, ну, потом это же там может быть цепочка патентов, да, поэтому, на мой взгляд, ТРЛ – это, ну, вещь не про патенты и не столько про патенты, и должна, конечно, скорее, значит, внедряться и использоваться людьми, которые шире понимают, ну, скажем так, не шире, а, скажем так, весь комплекс коммерциализации, да, значит, в части особенно работы с индустриальными партнерами, значит, и выхода на рынок, да, вот, и это, ну, не то чтобы как бы там сложно или там просто, просто, ну, то есть нужно понять, что это как бы неконкурентная вещь, это вещи про другое, про упорядочивание всего процесса, да, значит, вот, ну, вы знаете, наверное, да, что мы готовим к выходу, значит, наши методические рекомендации по организации работы в центрах транспортных технологий, но там в реальности основной фокус именно на процессе коммерциализации, да, как тут он расписан там и так далее, и вот у нас там принимала участие большая экспертная группа, и вот Игорь Рождественский был там как раз, значит, активным участником разработки этих метод рекомендаций, вот, на мой взгляд, нужны вот такие специалисты, которые, ну, там, сами руками коммерциализовали, для них ТРЛ – это инструмент, да, значит, как бы, то есть все-таки, ну, коммерциализация – это не магия, да, там, ну, это процесс, да, для процесса нужны, ну, там есть, есть немножко и магии, да, но для процесса нужны какие-то вот инструменты. У меня простая аналогия, ТРЛ – это линейка, да, если вы не можете ничего там мерить, как бы, у вас нету мер, значит, длины, да, там, или, там, не знаю, веса, то невозможно вообще вокруг этого ничего сделать, торговать, да, там, значит, строить дом, да, потому что вам нечего мерить, да, там, значит, ну, и так далее, вот, это просто важный механизм вот в этой области. Понятно, спасибо. От себя хочу добавить, что как университет Иннополис, в принципе, пришел к идеям оценивать свои результаты при помощи уровня готовности технологий, наше проектное управление, когда стало делать портфель всех проектов и оценивать результаты этих проектов, возникла потребность, скажем так, каталогизировать те технологии, которые были вот в этом проекте, развивались, чтобы в целом потом, как конечный результат, определить компетенции своих команд, да, чтобы более эффективно потом выходить на работы с партнерами, заказчиками. И поэтому возникла такая потребность, и сейчас хочу вашему вниманию представить доклад Ольги Юрьевны Есиной, руководителя отдела технического контроля, метрологии и стандартизации, она уже подробнее расскажет о нашей методике. Да, Марина, спасибо за предоставленное слово, надеюсь, было интересно послушать. Да, спасибо. Добрый день, спасибо, Алексей. Сегодня, да, в продолжении темы Алексея хотела бы поговорить о методике оценки уровня технологий для университета Иннополис и план внедрения методики. Университет Иннополис разрабатывает в настоящий момент более 75 проектов, проекты в различных отраслях с различными индустриальными партнерами, то есть в отраслях здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, городской хозяйства, транспорт, финансовые услуги. Это часть наших индустриальных партнеров, и, конечно, гораздо больше. В процессе проведения проектов университет Иннополис сталкивался с тем, что необходимо определять уровни готовности технологии для проектов. В настоящий момент в 2021 году были завершены три проекта с Минпромторгом, в которых требовался уровень достижения готовности технологии 9. Это проект программный комплекс автоматической генерации, исполняемый года для промышленных роботов и станков числовым программным управлением, программное обеспечение в составе программно-аппаратной части морского роботехнического комплекса, модуль программного обеспечения, реализующего подключение к системам автоматизации производства платформы смешанной реальности для мобильной промышленности. Эти проекты завершены, по ним подготовлены соответствующие заключения, отчеты по уровню готовности технологии. В конце декабря 2021 года завершается проект с Минцифрой по лидирующему инновационному центру с индустриальным партнером Аэрофлот. Достижение уровня готовности технологии должно быть в осень. Дальше стартуют проекты, также Минцифры с индустриальным партнером ТОПНЕФ, Донофлекс, в которых тоже определенный уровень готовности технологии от старта 7 до 9 по завершении проекта. Значит, уровень готовности технологии, сейчас уже обсудили, это характеристика соответствия конкретной технологии, уровня ее зрелости от идеи до серийного производства, выражающегося в определенном научно-техническом или производственном результате, измеряемая соответствующими показателями результативности и соответствующей определенным диапазонам вкладанных бюджетных средств. В настоящий момент, как нормативным документом по уровню готовности технологии для Российской Федерации, определен ГОСТ Р56-861-2016 года, уровень готовности технологии, методические рекомендации. Значит, в соответствии с этим ГОСТом мы имеем следующий, как тоже Алексей сказал, градусник, от УГТ-1, фундаментальные технологические исследования, до технологии готовых к практическому использованию. Для того, чтобы как-то приложить к реальной действительности уровню готовности технологий при разработке проектов университета Иннополис, мы создали такое сопоставление подходов к разработке. Значит, по шкале технологии расположены уровни готовности технологии, по шкале Х, к конечному результату системы, сами этапы работ по жизненному циклу разработки, начиная от фундаментальных исследований, прикладных исследований, проектирования, эскизно-техническое испытание и утверждение рабочей конструкторской документации. То есть это этапы НИР и ОКР. Соответственно, растет уровень готовности технологий. Определив для себя такое соотношение, следующим этапом проверили систему оценки готовности технологий по уже имеющимся, возможно, наверное, рискам при разработке изделия, нового образца изделия. Значит, первый, второй уровень – это фундаментальные прикладные исследования. Зачем? Третий, четвертый уровень – это уже разработка концепции, разработка технологии. Пятый уровень – это модель. Дальше шестой, седьмой уровень – это уже прототип. Дальше уже опытный образец – изготовление опытного образца, испытания и эксплуатация. То есть девятый уровень – эксплуатация. Также обсуждалось уже сегодня о том, как возможно финансирование проектов с определенным уровнем готовности технологий. Самые затратные для бюджетного финансирования – это уровень 1.3, когда фундаментальные прикладные исследования от 70 до 100% государственного финансирования. Четвертый, шестой – экспериментальные разработки. Здесь уже гранты на условиях софинансирования с индустриальными партнерами, гранты предприятиям, то есть 30, 50. Седьмой, девятый уровень – крупнопромышленное производство. Здесь государственное участие уже минимальное. В основном тут заинтересованы индустриальные партнеры. Для университета Иннополис основными являются направления – это разработка программного обеспечения, этапов научных исследований, фундаментальных исследований и разработка так называемого железа, робототехническое, строительные проекты робототехнические больше. Для этого были взяты для вдохновения методики Министерства образования Росатома переработанной, и была определена следующая структура нашей методики, то есть готовность технологий для программного обеспечения и для технических проектов. Для программного обеспечения уровень готовности технологии 1 определили, как научные знания уже есть. Математическое описание задачи присутствует, поддерживается концепция аппаратных технологий, необходимая для реализации задачи. Подтверждающими документами для старта фактических работ это некая описанная концепция, презентация концепции и решение научно-технического совета университета Иннополис. Уровень готовности технологии 2 это определено, предполагаем, практическое применение для подтверждения гипотезы, но нет экспериментальных доказательств. Также определены основные свойства алгоритма, способы представления результатов, концепция, эскизное решение, разработаны коды для реализации основных принципов, приведено подробное тестирование на модельных данных. На этом этапе появляются такие документы, как техническое задание, отчет о патентных исследованиях, отчет о НИР для презентации и опубликованные по результатам исследований статьи в научных журналах. Также мы провели соответствие уровней готовности с тем, что нам предлагает ГОСТ. Третий уровень готовности технологии. Здесь мы уже переходим к этапу технического проектирования. Здесь подтверждающие документы ввода на заявки на выдачу патентов. Четвертый уровень технологии для программного обеспечения. Ключевые функции, компоненты систем, функции, обеспечивающие выполнение заявленного алгоритма, критические компоненты программного обеспечения, протестированы, интегрированы. Определено целевое внешнее окружение, сделано предположение о функционировании программного обеспечения этой среды. То есть это этап проектирования. Пока еще только эскизная документация, программы методики испытаний, акты проведения испытаний для подтверждения самой идеи. ГТ-5. Значит, это этап уже технического проектирования. Значит, техническое задание на экспериментальный образец, отчеты о патентных исследованиях, презентации, рабочая документация на экспериментальный образец, выданные патенты. Шестой уровень готовности технологии, это уже экспериментальный образец, имеется, проведена его частичная интеграция с существующими программно-аппаратными системами, подготовлена техническая документация, техническое осуществление полностью продемонстрировано. То есть также проводим испытания, готовится акт проведения испытаний. И на этом этапе тоже решается, что делать дальше с образцом, продолжать его разработку, как продолжать. Седьмой уровень готовности. Предполагаем, что это разработан уже полнофункциональный образец программного обеспечения со всеми ключевыми функциями, доступными для демонстрации и тестирования. Полнофункциональный образец программного обеспечения хорошо интегрирован с реальными программно-аппаратными системами, продемонстрирован реальную посуществительность. Большинство ошибок программного обеспечения устранены. То есть это уже полнофункциональный образец. У ГТ-8 уровень готовности технологии восьмого уровня. Программное обеспечение полностью отлажено, полностью интегрировано, разработана документация, все функциональные возможности успешно продемонстрированы. На этом этапе у образца появляется рабочая конструкторская документация, сам образец проходит испытания и подписывается акт о приемке в промышленную эксплуатацию. На этом этапе университет Минополис предполагает, что эта технология, этот образец, он рекомендован включению в реестр отечественного оборудования. Уровень готовности 9. Все программное обеспечение полностью отлажено, полностью интегрировано, разработан полный комплект эксплуатационной документации, обеспечена система поддержки программного обеспечения. То есть это этап, когда программное обеспечение готово к серийному выпуску, если перекладывать это на обычный инженерный язык. То есть доработана рабочая конструкторская документация, готов комплект эксплуатационной документации и все организационные документы также готовы. Следующее важное для оценки – это готовность технологии с наличием конструкторско-технологических решений для разработки робототехнических проектов. Здесь уровень готовности технологии, уровень 11, сформулирована фундаментальная концепция технологии, обоснование ее полезности. На этом этапе начальный уровень зрелости технологии. Для каждого уровня готовности технологии по нашей методике предполагается более подробный учет шагов достижения каждого уровня готовности с соответствующими документами для определения этого уровня подтверждения. Каждый уровень, то есть выход на уровень готовности технологии 9 – это уже фактическое реальное применение продукта в его окончательном виде в условиях выполнения реальных задач, соответствующих эксплуатационным тестам и оценке. Продукт выпускается серийно. Наверное, для университетов это сложно достигнуть, но мы стремимся и в свою методику это закладываем. Для того, чтобы получить по методике выходной документ, для нас это определен как отчет об оценке уровня готовности технологии. Также структура этого отчета была взята из ГОСТа. Для университета определенная структура, как цель документа, то есть для чего, краткий обзор технологий, цели технологии, описание технологии, оценка готовности технологии, описание процесса оценки, оценка зрелости и заключения. Отчет готовится к проектной командой с привлечением экспертов и является отчетным документом по завершении проекта по внедрению методики оценки уровня готовности технологии университета на пользу. В настоящий момент методика оценки – это вторая версия. Первая версия была подготовлена летом, утверждена, по ней были проведены подготовлены отчетные материалы для конкурсной документации, для коммерческих предложений. Вторая версия доработана с учетом наших дальнейших планов университета, с учетом опыта уже, описания и оценки уровня готовности для проектов. В настоящий момент видим как план внедрения подготовки методики оценки уровня готовности технологии, актуальной версии согласования ее, затем более точное определение самих бизнес-процессов и подразделения университета ответственных за использование методики оценки уровня готовности технологии, определение объемов работ, ресурсов, документов, вопрос сохранения документов, и затем контроль и оценка результатов по методике оценки УГТ, доработка самой методики, если нужно. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готова ответить. Спасибо большое, Ольга, за интересный доклад. На самом деле, как раз-таки Ольга стала таким инициатором, драйвером разработки этой методики. Если до этого с предыдущими спикерами мы говорили о том, зачем это нужно, когда это применяется, как это может содействовать коммерциализации результатов, то здесь этот документ, эта методика позволяет уже конкретно приступить к действиям и не говорить абстрактно, а уже ты точно знаешь, какой комплект документов должен быть предоставлен для того или иного уровня УГТ или ТРЛ. И вот у меня, Ольга, такой вопрос. Когда мы говорим о списке документов, которые должны предоставить, которые будут подтверждать тот или иной уровень готовности технологии, кто должен оценивать качество этих документов и кто должен утверждать, скажем так, тот или иной уровень УГТ? При разработке проектов, ну даже начнем, наверное, сначала, при предложении и самой определении идеи проекта определяется тот путь нормативных документов, которым будет соответствовать сам проект и документация, соответствующая этому проекту. В дальнейшем отталкивается только от нормативных документов и соответствующим нормативным документам уже будет являться тем критерием, что документ полный, достаточный и является тем, так сказать, подтверждением, что если он имеется в наличии, то, значит, уровень готовности технологии достаточный. И дальше, ну, технические эксперты, все по нашим всем бизнес-процессам, проверке документов и представлению заказчику, внутреннему заказчику или внешнему. Да, спасибо. Но в этом вопросе также может помочь, наверное, научно-технический совет, да, участвовать? Да, конечно. Научно-технический совет обязательно включается с самого старта проекта, определение плана исследований, так и приемки результатов проектов университета. Да, ну, еще тут, скажем так, умалчиваешь тот факт, что у нас есть комиссия по оценке программных продуктов университета Иннополис. Да, ну, немножко за рамками же, да. И помощь. Правильно, я так понимаю. Да, это немножко за рамками готовности технологии, университета, комиссия по приемке разработанных результатов, которые участвуют в испытаниях любого уровня, исследовательских, экспериментальных, приемов сдаточных, для того, чтобы подтвердить качество разработанного изделия. Да, спасибо. Что, уважаемые слушатели, Оля, спасибо тебе большое за интересный доклад, за методику, которую мы применять будем на практике. Уважаемые слушатели, спасибо большое, что присоединились к нашему семинару. Ждем вас завтра на второй этап. Завтра мы расскажем подробнее о том, как защитить, можно эффективно защищать свои IT-решения. И также у нас будет второй доклад, как защитить свои образовательные продукты. Завтра будут классные эксперты, тоже от Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Ждем вас завтра. Всего доброго. Спасибо.